Библейский взгляд Увидеть всю историю, все то, что происходило, все то, что происходит глазами Бога И нам также, она уникальнейшая возможность увидеть будущее глазами Творца, глазами самогущего Бога Да, просьба телефона выключаем, сразу как входим, выключаем телефоны, чтобы не отвлекаться И потому как времени немного, но хотелось бы о многом сегодня рассказать И я постараюсь донести, Господь благословит нас, поможет нам в этом Донести до вас то, что есть на сердце, из своего опыта изучения Писаний, хождения в вере, в Боге Да, друзья, и конечно сегодня рабочий день тоже И многие после работы, конечно, неизбежно опаздывают Но еще также скажу сразу, что возможность, если будет все это на видео Будет все в сети И этот семинар даст Бог и... Микрофон, но пока здесь... Микрофон приедет Да, но запись будет... Запись идет Запись идет, ага, отлично Слава Богу И запись будет, вот, пожалуйста, тоже, звук можно будет посмотреть, послушать, видео увидеть Для многих, наверное, православных важнее даже будет именно видео посмотреть Потому что обычно у нас, как говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать И многим, наверное, интересно посмотреть батюшку, который об этом говорит А почему? Потому что, к сожалению, пока это в диковинку Увы, это, ну, нехороший момент, конечно, очень даже нехороший момент Пока это в диковинку, что я имею в виду Что православный священнослужитель библейски осмысливает И предлагает людям переосмыслить все библейски Происходящее, происходившее и увидеть будущее Пока, к сожалению, это редкость Но, надеюсь, в ближайшее время это станет не редкостью уже, а обычностью Это станет популярным И я думаю, что всем нам, христианам, коль мы христиане Если мы по-настоящему не понарошку, а по праву, что если мы христиане Нужно иметь действительно библейский взгляд И на самих себя, и на окружающий нас мир Есть славянское слово, которое в Библии синодальной, оно есть также Целомудрие Да? Целомудрие Очень красивое слово славянское Цельное мудрование Еще так есть выражение Цельное мудрование То есть это правильный целостный взгляд Правильный взгляд, истинный взгляд на самого себя На окружающий мир На все, что происходит вокруг На то, что было, и на то, что будет Так что, в принципе, сегодняшний тоже семинар Можно назвать, если одним словом Да, пожалуйста, присаживайтесь Это целомудрие Целомудрие Целостный взгляд Потому что целостный, возможно, только лишь с библией в руках Только лишь с царем в голове А кто, если не позаботится иметь Бога в разуме То мы читаем из Писания Что это очень Настолько разрушительно Потому что сам Бог Тогда Он предает человека Идти своими путями Идти своим мудрованием И, как правило, до добра это не доводит И в послании к римлянам Там весь спектр греха Описывается, в который человек впадает Который не позаботился иметь Бога в разуме То есть Он не целомудрен Он не целостен Он не библейский Не словом Божьим Себя видит И окружающий мир А пытается, как говорится Велосипед изобретать Пытается делать все по-свойски Друзья Эпиграфом можно местописание отметить Из Евангелия от Ивана 8.32 Где говорится как раз Об истине и познании истины И о свободе Евангелие от Иоанна 8.32 Написано И познаете истину И истина сделает вас свободными Через познание истины И Иисус Иисус сказал это людям Которые уверовали в Него Которые шли за Ним Некоторые из них обиделись Даже многие обиделись А зря Лучше послушаться было им учителя Но они обиделись Посчитав, что им не нужно освобождаться Что они уже свободны Мы не были рабами никому Никогда Вот Печально Все это Им хотя бы было бы Стоило вообще даже язык прикусить Вообще-то Они хотя бы вспомнили Исход Они хотя бы вспомнили бы Откуда Бог Нас достал Вообще Хотя бы им стоило вспомнить И многое другое Поучительные истории И знаете В Талмуде даже говорится Что когда На Пасху мы ужинаем Кушаем Общаемся Вот этот седр Пасхальный совершаем То говорится Что каждый участник этого седра Должен его Есть Так Быть там Таким образом Как будто бы он сам Вышел из Египта Как будто он сам При нем этот исход совершился И в этом Великая мудрость Потому что человек Даже выросший В свободе Как бы В свободной стране Самый свободный Как он может себе представить на земле Все равно Он нуждается в освобождении Мудрецы Когда Книгу Шмот Да Вот значит Толковали Первые же главы Объясняли так С незапамятных времен Объясняли это так Что по умолчанию Человечество Оно К сожалению Идет В рабство К сожалению Человек По умолчанию Вот это злое начало Эцер Да Он просто Порабощает Человеческую душу И Знаете ли Ну У христиан Обычно В разных конфессиях Обычно Принято называть Не злым началом А первородным грехом Ну Как говорят Хрен Резь И не слаще Это В общем-то Обозначение С разных сторон Взгляд Но на одну и ту же проблему На злое начало Как мудрецы Вот Знаете ли Вот Человечество Все эти Тысячелетия Знаете ли С этим змеем В таком Вечной Вражде Непримиримой Вражде И слава Богу Что В этой Огромнейшей Войне Знаете ли В этой войне Самим собой С этим Злым началом С этим грехом С сатаной Есть Поворотный момент Истории Голговский крест Иисуса Христа Там где Мессия Иешуа Пролил свою Божественную Святую кровь Это совершилось Два тысячелетия Дома назад И это сделало Величайший переворот Всех времен И народов Это на самом деле Стало Точкой Величайшей победы И Победы Всех побед И поэтому Друзья Ну что Христос воскрес Воистину Воистину воскрес И это Это правда То есть Воистину То есть На самом деле Истина Он воскрес Он победитель И Если мы смотрим На прошлое Человечество То конечно Самое Памятное Самое великое Что происходило Это Голговский крест И когда на кресте Мессия Умирал Он Воскликнул Одно из его слов Было следующее Совершилось И проповедники Очень многих конфессий Потом Как бы продолжают Эту мысль И говорят Совершилось Искупление Рода человечества Совершилось Наше спасение Совершилось Наше исцеление Наше освобождение Совершилось Величайшая победа И били себя И били себя в грудь Сожалея о том Что это все Произошло И Что к злодеям Причтен был Мессия И завеса В храме Разорвалась Сверху Донизу Завеса Разорвалась И хотя Священники Сделали Ну такой грех Страшный грех Зашили эту завесу И Списали Все на несчастный случай На то Как будто бы Это Знаете ли Вот совпадение Совпало Говорят Прыч не скочет Просто так Уж тем более Событие такое Что там Толстенная завеса Огромная завеса Да Это не просто тебе Занавесочка Знаете ли Жалюзи Какие-нибудь Такие тоненькие Нере Это именно завеса Толстенная завеса Она была Разорвана Всемогущим Богом Сверху Донизу И вот Я не знаю Я очень люблю Мюзикл Старый мюзикл Алексей Людяева Разорванная завеса И там слова Вот эти Эта песня Потрясающая Да Я не хочу Жить за завесой За стеной Глухой Мое сердце С тобой Мой сын Дорогой Я для тебя Не чужой И не очень Я добрый отец Я Ава Отче родной Не помню всех слов Но Каждый раз Когда слушаю Эту песню Просто Умиляюсь И благодарю Бога За Вот это чудо Которое он совершил Разорвав Завесу Как свою одежду Да Образ библейский И Разорвав свою одежду Он Как бы Открыл свое сердце Для Всех нас Для человечества Для Израиля Для всех народов Потому что Иешуа Иисус Есть свет К просвещению Всех народов И он Есть слава Народу Своего Израиля Об этом Кстати Вот Об этом Ближайшем Воскресении Будет читаться В храмах По всем храмам По всей Руси Матушке Потому что Праздник Сретения Называется Господним Как раз Если брать В календарь Православной Церкви Значит Праздник Сретения И в нашем Календаре Реформаторской Православной Церкви Тоже этот праздник Обозначен Потому что Библейское событие Вспоминается Собразник Не гиблейский Но библейское событие Вспоминается В этот день Когда Младенца Иисуса Принесли В храм И Симеон Мы его называем Еще Богоприимец В традиции Православной Он взял На руки Свои Младенца Иисуса И благословил Бога И сказал Ныне отпускаешь Раба твоего По слову твоему С миром Ибо видели Глаза мои Очи мои Спасения Ты приготовил При лицом Всех людей И свет Иисус Есть свет К просвещению Всех народов Свет Просвещающий Все человечество Все языки Но Он также есть Вторая часть Этого прощества Говорит И он есть Слава народа Своего Израиля Нельзя Разделять Иисуса Нельзя Его Разрывать Только лишь Еврей Или только Язычник Он есть Свет Просвещение Всех народов Всех язычников И он же есть Слава народа Своего Израиля Удивительно Как бы в нем Две ипостаси В Иисусе В нем Два этих составляющих Очень важных составляющих И я благодарю Бога Что сегодня Иисуса Больше и больше Все больше и больше Верующих Все больше и больше Христиан Разных конфессий Уже не видит Просто Украинским Русским Белорусским Американским Африканским А видит его Не только Просветителем Всех народов Но и видит его Все больше и отчетливее И отчетливее Видит его Славой народов Своего Израиля Удивительно Да господа И вот Когда Завеса Разорвалась Священники Зашили завесу И мы знаем Что Еще целых Сорок лет После этого события По-прежнему Продолжалось Служение В этом же Храме Еще целых Сорок лет Отец Наш Бог Святой Он ждал Своего Первенца Он ждал Основную Часть Народа И конечно же Батюшек Конечно же Служителей Хотя Многие Священников Покорились Вере Написано В 6 главе Деяний Многие Покорились Вере Но Это В процентном Отношении Если Можно так Выразиться Очень И очень Немногое Потому что Основная Часть К сожалению Оказалась В ожесточении И К сожалению С годами Это ожесточение Было все Большим И большим И трагедия Разыгралась Мы знаем Исторически Хочу напомнить Вам Может кто не знает В 70 Году Наша Разыгралась Одна из Самых страшных Трагедий В истории Израиля И человечества Храм Божий Был Разрушен Как мы говорим Второй Храм Был Разрушен И слова Мессия И еще Слова Христа Иисуса Исполнились Буквально Камни На камне Не оставили Захватчики Римляне Действительно Снесли Все Что можно было Снести И слова Мессии Страшные Эти пророчества Исполнились Буквально Через 40 лет После того И вот В Талмуде Очень интересно Конечно И Борис И другие Мессианские Равины Об этом Более подробно Говорят Я рекомендую Их семинары Прослушать Очень познавательно Ну Кто из Мессианских Общин Все конечно же Это безусловно Уже Прослушали Я может быть И не раз даже Но я Скажу что Это Особенное Удовольствие Копнуть Именно В Историю Израиля В историю Традиции И традиции Израиля И для меня Когда я стал Изучать Эту тему И интересоваться Как раз И слушать Лекции Истории Израиля Церковь Израиль Израильной церкви Разных Мессианских Учителей Мессианские Равины Насчитывают Более Сотни Если не ошибаюсь В Талмуде Косвенных Подтверждений Косвенных Подтверждений Правдивости Евангелий И правдивости Вообще Нового Завета Как такового Брит Хадаша И Личности Ишуа Как Машиаха То есть Иисуса Как Христа Более Сотни Косвенных Подтверждений Хотя Талмуд Ну Я думаю Вы прекрасно понимаете Это книга Не христианская И В основной Своей массе Как бы В своем посыле Она Ни в коем разе Не заинтересована В распространении Христианства Конечно же Вот Но Однако же Вот такие Скорственно Интересные Свидетельства И одно из самых Потрясающих Для меня было Это как раз В разделе Йома Йом Кипур Йом Ха Кипури Вот в этом празднестве Дня Искупления Время Будет так Вот И Скажу так Друзья Во времена Второго Храма Был Была традиция Определенная Был обычай Определенный У священнослужителей Во времена В день Как раз Это празднество Йом Кипур Мы знаем Из писания Что Ритуально Обескрабливали Козленочка И брали Двух козлят Бросали жребий Между ними Один из них Назывался Козлом Отпущения Его отпускали Наверное Смерть Значит Второго Ждала Иная судьба Его ритуально Обескрабливали Значит И Этой кровью Пропитывали Лоскуты Белоснежной Материи Нити Белоснежные Ткани И В храме Их привешивали И наблюдали Священнослужители За тем Совершивцами Чудо В тот день И если Эти Лоскуты Становились Чудесным образом Сверхъестественным образом Становились Белоснежными То Священники Говорили Бог принял Жертву Своего народа В основу Этого Да А если Оставались Кровавыми То священники Вынуждены были Констатировать Факт что Бог Не принял Жертву Своего народа И Надо было ждать Еще год Потому что Нельзя было В другой день Зайти В Святое Святых Иерусалимского Храма Великий Священник Мог зайти Только лишь Раз В году Туда Во Святое Святых И Именно Жертвенной Кровью За Израиль За весь Народ Божий За всех Божьих 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 За Весь Мир Потому что Не было На планете Божьего Тогда Другого Места Альтернативного Где Было Другое Какое Служение Богу Всемогущему Только лишь Там В Иерусалиме Вместе Где Бог Избрал И В основу Вот Этой Традиции Бралось Местописание Из Исаии Пророка Который Говорит Что Если Грехи Ваши Будут Как Багряные В Переводе Синодальном В Буквальном Севрейского Переводе Говорится Если Грехи Ваши Будут Как Пропитанные Кровью Тряпка Я Сделаю Белоснежной И Священники Буквально Исполняли Вот Это Пророчество И Совершались Чудеса В разделе Говорится Как раз Что Сорок Лет Подряд При Некоем Шимоне Цадике Праведник Симон При нем Каждый год Совершалось Такое Чудо Что Белоснежные Эти материи Пропитанные Кровью Они Снова Становились Белоснежными На глазах Служителей И они Говорили Бог Принял Жертву Своего Народа Потом Написано В сорок Лет Была Как бы Неопределенность Некая Временами Да Временами Нет Но Далее Написано Написано Что Последних Сорок Лет Перед Тем Как Храм Был Разрушен Последних Сорок Лет Жертва Наем Кипур Никогда Не Принималась Всемогущим Богом Лоскуты Эти нити Эти пропитанные Кровью Так И оставались Кровавыми Напоминая Людям О том Что Не Прощено Не Принято Это Было Очень И очень Плохим Знаком Конечно Для Служителей Больше Того Был Целый Ряд Других Знамений Которых Мессианские Учители Тоже Часто Вспоминают В своих Лекциях Я Упомяну Лишь Некоторые Из них Это Задухание Миноры Это Очень Дурной Знак Знатели Потому Что Горящие Минора Собой Мы знаем Символизируют Свет Всемогущего Бога В храме Присутствие Его Мы знаем Что Из Нового Завета Однозначно Что Это Символ Машиаха Символ Христа Потому Что Он Есть Свет Просвещающий Всякого Человека Он Я Свет Миру Поэтому Минора Горящая В храме Она Значала Самого Машиаха Самого Христа Мессию И Представьте Друзья Что Происходило Минора Затухала Сверхъестественно Затухала Во время Служений На Хануку Мы вспоминаем С вами На праздник Обновлений Как в Новом Завете О нем Говорится В 10 Главе Иоанна 10-22 Иоанна 10-22 Говорится О празднике Обновления Это Ханука Праздник Ханука На Хануку Мы вспоминаем С вами Чудо Сверхъестественное Горение Миноры Сверхъестественное Вот это Событие Когда Макавеи Макаби Да Они Их руками Совершилось Великое Обновление Храма Потому что Вот так и называется Праздник Обновления Да Или Хануку Еще Означает Новоселье Новоселье Но Новоселье Не Новая квартира Или новый дом А Твоя старая Квартира Твоя старая Дом Но Обновленный Такой Евроремонт Еврейский Ремонт Там Произошел Еврейский Ремонт На основании Слова Божьего Конечно И вот На Хануку Было чудо Бог Там Совершен Великое чудо Какое Один сосуд С елеем С маслом Его хватило Максимум На один день Горения Но До того момента Когда будет Уже Елей Изготовлен Нужно было ждать Неделю Не меньше Восемь дней Потому что Семь дней Ритуального очищения Плюс день Минимум Приготовления То есть А его же Это масло Даже Специально Изготавливалось Специальным образом Не давкой Этих плодов А нарезкой Знаете ли То есть Очень Трудоемко Очень драгоценное Было Изготовление Вот этого Елея Специального Для вот Этой миноры Храмовой Миноры И Маковеи Они Видели Храм Уже Вычищенный Выметенный Но Не служащий Богу Они Не смогли Выдержать Этого зрелища Дальше Они Не согласились Целую неделю Ждать Это было Еще лет За 200 До Иешуа И они Залили Это масло И Будь Что Будет Они Рискнулись Богом Бог Почтил Своих Героев Этот Риск Был Оправдан Потому что Это был Риск Веры Они Это сделали По любви Они сделали Это То что Иешуа Потом уже Выразил Через 200 Лет Словами Что если Дом Он не Занят Он чист Он Казалось бы Выметен Но это Зрелище Очень печальное Потому что Злейшие Могут заполнить Это место Самое страшное Зрелище Это храм Который Не служит Богу Да Друзья Я Вот Маленько Отступлю Хочу Вспомнить Знаете В советское Время Когда Можно было Много Храмов Увидеть Ну Правоставных Храмов Увидеть Заброшенных Там Зернохранилищ Овощехранилищ Всякие И знаете Многие из них Были в очень печальном Состоянии Вот В Орловской области Где Тогда Посещал храм Служил в храме Начинал служить в храме Это были 80-е годы И Знаете Друзья Да Конечно В Болхове Там Город такой Болхов есть В Орловской области Туда приезжал Там Красивейший собор Такие храмы Большие Но Там Отхожие места Просто Люди Ходили туда В туалет Там все было Загажено Горожане Относились К этому Очень Знаете Так Наплевательски Вот И Тяжело Это было Все Видеть Конечно Но Еще Худшим Было Знаете Для меня Зрелищем В Ленинграде Вот Не поверите Наверное Но Для меня Это было Большим Даже Еще Злом Еще Худшим Даже Было Прямо На Невском Проспекте Прямо В центре Ленинграда Казанский Собор Бывший Сейчас Уже Снова Действующий Тогда Там Был Музей Атеизма Музей Религии Атеизма И Этот Храм Он Вылетен Вычищен Все Там Блестело Не было Пыли Следили За Этим Храмом Но Он Был Осквернен Больше Нежели Вот Тот Красавец Собор В Болхове Который Превращен В отхожее Место И В помойку Вот знаете Маковеи Поняли Тоже Кое-что Они Поняли Что Мало Просто Вычистить Храм Мало Его Обновить Вот таким Внешним Образом Он Должен Служить Богу Без Этого Служения Храм Это Ноль Без Палочки Это Ничто Вне Этого Служения Как Допустим Верующий Человек Если Он Не Служил Богу Это Несчастнейшее Создание Потому Что Он Бог Создал Нас Возродил Нас Для Цели Определенной Для Служения Ему Из Египта Он Вывел Сына Своего Для Первенства Для Чего Для Служения Не Просто Сделать Прогулку По Пустыне Не Просто Дать Им Землю Новую Нет Для Служения И Он Спас Сегодня Тебя И Меня Для Служения И Самое Печальное Зрелище На Планете Это Человек Вызванный Из Духовного Египта Но Не Служащий Ему И Вот Но Вернусь Снова К теме Что Еще В Храме Происходило Вот По поводу Миноры Задухающей На Праздниство Это Очень Был Плохой Знак Очень Очень Плохой Это Как бы Антиханука Была Представляете На Хануку Мы Радуемся Великому Чуду Который Бог Там Совершил Именно Сверхи Получается Умножаем Масло Сверхи Естественно Горело Минора И Люди Радовались И веселились Тому Что Бог С нами Бог Среди Нас Они Радовались Тому Что Бог Благосновил Своих Героев Бог Почтил Своих Патриотов И Тех Кто Тогда Ложил Душу Свою За Божье Дело Знаете Тех Партизан Будем так Говорить Еврейских Которые Взяли Штурм Иерушелаем Это были Отважные Люди Которые На самом деле Они Рвали на себя Одежду Не просто Ритуально Церемониально Они На самом деле Их сердца Рвались От того Что они Видели Храм Полный Идолов И они Говорили Мы не хотим Даже жить И видеть Храм Наполненный Истуканами Мы хотим Видеть Храм Служащий Богу Посвященный Богу Всемогущему И когда Они Освободили По милости Божьей Освободили Иерушелаем Они Хотя Противников Было Больше Чем Этих Партизан Еврейских Будем так Маквеев Их было Больше Врагов И они Были Лучше Вооружены И их Было Больше Количественно И это Были Наемники С разных Стран Но Они Дрогнули Бог Послал Своё Сверх Естественное Оружие Тогда Он Послал Ужас В их Сердца Врагов И Знаете Как говорится Смерть Врагам Наступила Такая Потому что Эти еврейские Патриоты Смогли Освободить Иерусалим И они Смогли Храм Вычистить Смогли Его Обновить Этот Храм И затем Посвятили Его Богу Вновь Всемогущему Богу И зажгли Эту Минору Но После Того Как Иешуа Сказал Совершилось Стала Происходить Такая Анти Ханука Что Противоположное Масло Было Хоть Отбавляй Фитили Готовы Всё Было Необходимое Но Минора Сверх Естественно Тухло Тем Самым Всемогущий Бог Показывал Что Меня Здесь Нет Закончен Бал Бога Слезы Свеч Закончилось Время Храмов Благочестия Пришло Время Нового Завета В крови Мессии Ишуа В крови Иисуса Христа Нового Завета И уже Не просто Этану Эль А Эману Эль Вот о чем Понедельник Говорил Как раз Этану Эль Это С нами Бог Но Эману Эль Это В нас Бог Это Совсем Иное Совсем Новое Да Друзья И Что еще Происходило Храмовые Ворота Сами Собой Распахивались На протяжении Этих 40 лет Много Было Других Знаков О которых Говорится В этих Исторических Сведениях И все Это Указывало На то Что Наступила Новая Эра Наступила Новое Время Совершенно Новое Время И Израиль Был На Перепуте 40 лет Продолжалось Вот это Ожидание На Перекрестке Истории Израиль Стоял Но Бесконечно Это Стояние Было Невозможным Бесконечным Оно Не могло Быть Через 40 лет Слова Мессии Исполнились Буквально И храм Был Разрушен События Из истории Я могу лишь Сегодня вспомнить Некоторые Только Примеры Во-первых Было чудо Спасение Первой Мессианской Вот этой Общины Вот этой Ранней Христианской Церкви С которой Как сколыбели Родилось Все остальное Христианство Спасение Было Сверх Естественное На самом деле Когда Пришли Римляне Они Окружили Иерушалим Иерушалаем Иерусалим Они обложили Окопами Приготовились Как будто бы К осаде А потом Внезапно Сорвались И ушли Ну Историки Военные Говорят Римляне Использовали Не раз Такую тактику В разных Регионах В разных Провинциях Обманывая Противника Усыпляя Его бдительность Порой приходили И два И три раза А потом Когда уже Противник Был Как бы Не готов Они брали Приступом Ну Не знаю Из этих Ли соображений Или из каких Других Но они сорвались С места И ушли Как будто И не было Защитники Иерусалима Обрадовались Надо же О, победа Но рано Не радовались Это была Лишь Тактика Но Мессианская Община Та Еврейская Мессианская Община Которая Была В Иерусалиме Они Поняли Что это Знак Свыше Они увидели В этом Знак Свыше Возможно Были Пророчества У них Были Пророки И Вся Эта Община Покинула Город Иерусалим Они Ушли Забрав Все что Можно было Забрать Ушли Люди Многие Смотрели Как покидают Тысячи семей Покидают Иерусалим Кто о чем Думал Я не знаю Может кто-то Подумал Ну Баба с воздуха Были Легче Какая-то Секта Покинула Назарейская Покинула Иерусалим Ну и ладно Будут жить Как Ессеи Может где-то там В пустынике Не знаю Но Получилось Следующее Римляне Вскоре вернулись И они уже Не отступали Они осадили Конкретно Осадили Осадили Иерусалим И не собирались Уходить И потом Все это Проошло И вот 17 июля 70 года В храме Иерусалимском Последняя была Принесена Жертва В истории Второго храма Больше Некого Было Приносить Просто-напросто Просто-напросто Наступил голод Он был И до того Летом 70-х Года Разыграла Страшная Трагедия Священники Это мы знаем Из некоторых Исторических Исторических Материалов Из-за Угейской Войны Допустим Священники Нанимали Ложных Пророков Которые Ходили Может быть Из хороших Побуждений Даже Я не знаю Патриотических Каких-то Побуждений Ходили И говорили Людям Ложь Что Мол Так Говорит Господь Что Я с вами И храм Будет стоять И Все будет Хорошо У нас Но Это была Ложь На самом деле Бог им Не говорил Ничего И Бог Не посылал Этих Ложных Пороков Они Лишь Усыпляли Бдительность Населения Больше Того В самом Осажденном Городе Началось Просто Ужасное Действие Вражда Беспричинная Просто Вражда Люди Враждовали Друг с Другом Убивали Друг друга И Дом Разделялся Сам Себе На множество Осколков Просто Напросто И Вот Накануне Вот Того дня Когда Иерусалим Пал Будущий Император Минерал Тит Отдавая Приказ О наступлении Уже всем было понятно Что город падет Римляне Приготовились Очень серьезно Для этого Последнего рывка И Император Будущий Приказал Храм Не трогать Приказал Храм Оставить В римском Войске Была Железная Дисциплина Римская Дисциплина И Они Не могли Ослушаться Казалось Попорочество Мессии Под угрозой А он Говорил Мессии Что храм Будет разрушен Все будет Разрушено Камни на камне Не останется А здесь приказ такой Но в момент сражения Нечаянно Опять таки Его величество Случает Как говорится Вспыхнул пожар Римские легонеры Бросились Тушить Было пожар Да куда там Как будто бы Из-под поддувала Небольшой огонек Разжегся В огромное пламя Разгорелся В огромнейшее пламя И Настолько Сильное было пламя Что и для Погибающих Многих евреев И для Побеждающих Римен Было понятно Что сам Бог Евреев Сжигает Свой же храм Это как Большая печь Была Огромнейшее пламя Тонны Золота Серебра Меди Плавилось И стекало Ручьями Потом Застывало Между Камнями И когда Все стихло Уже Битва Завершилась То Римские Эти солдаты Стали Разбивать Оставшиеся камни Разбирать Все Чтобы Достать Золото Серебро Медь И Сами того Не понимая Они исполнили Слова Мессии Еврейского Христа И я знаю И я знаю Что Другие слова Тоже Писания Должны Исполниться И я Благодарю Бога Что В наше Время Уже В наш Час Бог Совершил Другое чудо Он стал Собирать Израиль 14 мая 1948 Года Когда Бен Гурион Зачитал Декларацию Независимости Возрождение Еврейского Государства Знаете Это было Чудом Исполнения Тоже Библейских Пророчеств И это было Чудом Планетарного Масштаба Знаком Для всей Вселенной Это было Чудом Которые Ожидали И верили И не верили Но ожидали Где-то В глубине Своей души Все поколения Евреев И тех Настоящих Верующих С разных Народов Что По-настоящему Боялись Бога Великого Любили Господа И Старались Иметь Библейский Взгляд На все Что Происходило Происходит И будет Происходить Среди Христиан Было Много Тоже Таких Слава Богу Учителей Которые Проповедников Которые Знали Что Это Должно Исполнится Даже Тогда Когда В самом Израиле Среди Евреев Рассеяни Эта Вера Угасала И Очень Серьезно Восемнадцатом Столетии Внадцатом Столетии Среди Многих Евангельских Мыслящих Верящих Библейских Мыслящих Христиан Моравских Братьев Допустим Можно вспомнить Разрасталась Вера В то И они Укрепляли Эту Веру И они Говорили Людям Что Будет Возрождение Израиля Страна Еврейская Вновь Будет Возрождена Сверх Естественно Бог Совершит Это чудо И дождались В сердце Не угаснет Священный Огонь Будет Стремиться Еврейская Душа Будет Стремиться К востоку На Сион В землю Азов Что Бог Нам Обещал Нам Надежда Освещает Пусть Мы Две Тысячи Лет Ее Храним Будем Снова Народом И Свободным На Сионе В И И И Аминь Эта песня Как молитва Звучит И Звучало И Действительно Слава Богу Слава Богу И И Самые страшные Прочества Библии Исполнялись И исполняются И исполнятся И самые прекрасные Прочества Библии Они Исполнялись И будут Исполняться И сегодня Мы живем В то время Когда Исполняются Ну Одни из самых Страшных С одной Стрем Прочеств О Войнах Мы знаем Да И Эти войны Они Всегда были Конечно Начиная С Каина Который Пролил Кровь Брата Своего Авеля Войны Всегда Были Знаете К сожалению Зловещий Такой Зловещим Фоном История Человечества Но Никогда Не было Вот столько Их И Такого Качества Как Вот В наше Время Можно лишь Вспомнить Что в Первую Мировую Войну Погибло Примерно Столько Же Людей Сколько За всю Предыдущую Историю Человечества Вместе Взятую Во всех Войнах Которые Вели Люди За всю Свою Историю Предыдущую За Тысячелетия Предыдущей Истории Это Вот только Первую Мировую Войну В Первую В Первую В Первую Мировую Во Вторую Мировую Погибло Еще Больше Людей Больше Чем В Первую И Все Предыдущие Вместе Взятые Слушайте Это Не кошмар Лето Да Это ужас Это страшно И это исполнение Пророчеств Страшно Пророчеств Уже Войны Не могут Называться Англо-бурскими Или франко-прускими Или какими-то еще Они уже Мировыми Именуются Мировыми Это ли не ужас Друзья Но При всем при этом Мы должны Знать Что и это Господь Говорил И это Он указывал Открывал нам О землетрясениях Их всегда было Огромное количество Казалось бы Да Но не так Именно В двадцатом Столетии Треть Первый Треть Двадцатого Века Столько же Несколько За всю предыдущую Историю Человечества Вместе Взятую Но Последние Десятилетия Переплюнули Все предыдущее Вместе Взятые То есть Мы живем В век Сейсмической Активности Которую не сдало Человечество Вообще Никогда За всю свою Историю Наблюдений Друзья Не интересно Это Это очень интересно А Мессия Предсказывал Что его Возвращение Будет Как раз В эпоху Величайшей Сейсмической Активности То есть Землю Даже Лихораде Даже Земля Сама Она Как в лихорадке Она сама Ожидает Вся тварь Написано Все творение Стенает И мучается И даже Сама планета Мать Как говорят Сырая земля Она сама Уже Предчувствует Возвращение Господа Иисуса И она Ее саму Лихораде Тоже Животный мир Растительный мир Все Все Ожидание Друзья мои Но Исполняются Не только Страшные Прочества И о морах Эпидемиях И прочих Нет Исполняются Еще и Прекрасные Прочества Одно из Самых Прекрасных О втором Пришествии О возвращении Мессии На мой взгляд Это самое Прекрасное Из всех Его Прочеств И что И проповедено Будет все Евангелие Царства Всем народам Восвидетельство Им И тогда Придет конец Тогда он Вернется Когда Действительно Слово Божье Будет проповедено Всем народам Восвидетельство Всем народам Евангелие Евангелие Царства Божьего Удивительно Друзья И мы Сегодня Живем В такое Время Когда Разве что Ленивый Не читает Библию Сегодня Вчера Рэб Говорил Про гаджеты 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 Говорят Да Так вот И Сегодня На этих Гаджетах Всяких У нас Пожалуйста Если я Понакачивал Библии Эти Всяких Даже На всякий случай Других Языков Которые Я не знаю На всякий случай Потому что Бывает То с китайцем Пересекусь А я Никферштейн Я Раз там Читай Брат Разумляется Пожалуйста На разных Других Языках Пожалуйста Слушай Смотри Читай Не хочу Пожалуйста Сегодня в такое время живем Когда Знаете Космические корабли Бороздят просторы Вселенной И сегодня Это не просто Бороздение Вселенной Сегодня Это во славу Господа Сегодня это во славу Божью Да Люди конечно Имеют ввиду Свою славу Имеют ввиду Свои достижения Как допустим Те римляне Которые строили Эти величайшую Сеть Дорог Они удивили Весь древний мир Своим Строительством Знаете Они были фанатами Прекрасных дорог Они строили Прекрасные дороги Но сегодня Все историки Даже неверующие Признают Что эти дороги Послужили Колесами Евангелия И благодаря Этим дорогам Даже неверующие Историки Признают Что христианство В первом же поколении Распространилось До края Айкумены Обитаемой Вселенной До края Цивилизации Цивилизованного Мира И глобализация Римская Они горденево говорили Все дороги Ведут В Рим Знаете Они не предполагали Наверное Что Для кого Они строят Эти дороги Для того Кто родился В скромном местечке Таком В Бифлееме Иудейском Для того Кто Рос потом В Назарете Для того Кто Был Распят При Понте И Пилате Злодеем Причтен Хотя Был похоронен У богатого Для того Кто Воскрес Хотя Злые языки Говорили Что якобы Ученики Пришли Тайно Похитили Но Для того Кто Действительно Есть Господь Всех И благодаря Этому Этапу Глобализации Тогда Самому Мощному Этапу Глобализации Произошло Глобальное Распространение Слова Божьего Глобальное Распространение Евангелия Христова Это удивительно Вспомним Другой Этап Глобализации Величайшие Вспомним Самую величайшую Империю Из всех Времен И народов Британскую Империю Великую Британскую Империю Она существовала Самое большое По протяжении По времени Своему Существованию Также Самое Самое Не превзойденное По Площади Своей Британцы Говорили Что Солнце Никогда Не заходит На землю Ее величество Потому что В каждом Часовом Пуэрисе Были Британские Владения Представьте Себе Великая Британская Империя Не имеющая Ни до того Ни после того Не имеющая Ни с себя равных Казалось бы Да Британцы Создали Действительно Величайшую Империю Всех Народов Огромнейшая Страна Огромнейшие Земли Огромнейшие Империи Английский Язык Он Стал Языком Родным Для Неожиданно Огромнейшего Количества Людей И для Многих Стран И народов Это стал Первый Или второй Язык Или Ну По крайней мере Сегодня Мы можем В любом Городе Фактически Любой Страны Мира Найти Собеседника На английском Языке Вот Знаете ли И британцы Гордились по праву Своей империей Но знаете ли Они Наверное Многие из них Даже и не понимали Что Этот этап Глобализации Он послужит Величайшей На тот момент Самой великой Проповеди Евангельского Слова Божьего слова В истории человечества Потому что Как раз Благодаря Британскому Этому Распространению Миссионеры Не только Были Колонисты Но Были Миссионеры Которые Прошли По всей Планете И не раз Прошли Отспробуйте Слова Божьего И многие Народы Многие Племена Смогли Услышать Слово Господне И поэтому Этот этап Глобализации Стал Величайшим Триумфом Иисуса Христа Которого Не знал Предыдущая История Церкви Но Сегодняшний Этап Уже Если можно Выразиться Третий Этап Уже Глобализации Еще Больше Гораздо Конечно Она Римлянам Даже не снилась И в Великобритании Даже она не снилась Эта глобализация Нынешняя Но я глубоко Убежден Что она Послужит К Есть такое Красивое Слово Славянское К вящей Славе Господа Иисуса Христа То есть К самой Великой Славе Последних Дней Потому что Действительно Этап Глобализации Принесет Даст Возможность Церкви Христианству Рабам Божьим Принести Слово Господне По всей Вселенной По всей Земле Планетарного Масштаба Пробуждения Не просто Континентального Даже А планетарного Масштаба Я в предвкушении Этого Огромного Действия Слава Богу Да Друзья Поэтому Некоторые Христиане Подуныли Было Что Масоны Прочие Иллюминаты Правят И глобализацию Правят Расслабьтесь Друзья Будем взирать На Иисуса Христа Будем взирать На нашего Господа И будем знать Что они думают Что нас используют И свой мир Строят Но мы знаем Что это для Величкой славы Не слыханно До серии Славы Господа Иисуса Христа Не слыханного Распространения Евангелия Которого раньше Предыдущие поколения Просто-напросто Не знали И не видели Славу Богу Потому что Любящим Бога Призванным По его Благо Изволению Все Тем более Такие большие Действия Все Содействует Ко Благу Да Друзья И знаете Что Скажу Слава Богу Братья Сестры На семинариях На этих семинарах На семинариях И в понедельнике Вот сегодня Я о многом Рассказываю И рассказываю Можете Что-то запомнить Что-то забудете Но Вспомните Потом Может быть Может поможет Многое Это в вашем Личном служении Но самое главное Запомним это Что Любящим Господа Призванным По его Изволению Все Содействует Ко Благу А еще Слова Проханова Мне так нравятся Иван Степанович Проханов Лидер Евангельского Пробуждения Евангельского Христианства Сто лет назад Еще Уже больше Чем сто лет Назад Однажды Сказал следующее Притом В такой Не очень Хороший час Кстати Для Евангельского Движения В Российской Империи Как раз Были аресты И даже Там На конюшенной Были обыски Аресты И Многие Братья Попали То в Петропавловку То в Сибирь Матушку То еще куда-то Их отправили В Якутию То есть как бы Разорили Казалось бы Опять Царские Жандармы Евангельское Движение И Иван Степанович Тоже на конспиративной Квартире Там собирался С братьями И они там Молились Но Даже петь Они не могли В слух Потому что Боясь Что их могут Просто Выследить Жандармы Царские Но Самое интересное В этот момент Иван Степанович Сказал Вот такую Знаменитую фразу Которую потом Повторял Многожды В своей жизни Христианин Это неисправимый Оптимист Мне так нравится Такое выражение Вообще Очень нравится Определение Христианин Неисправимый Оптимист Знаете ли Если наши братья Могли С песнями И с Псалмами Выходить на аренах Коризеев Если они смогли Смотреть В пасть Льва Которые Жирали их А также Петь Гимны Богу Хвалы Если христиане Могли Пересекать Океаны Христиане Могли Нести Слово И Людоедам И Всякого Рода Вообще Ну Ну Негодяям Казалось бы Значит Но Бог Из Грязи В Князи Вводил Целые народы Представьте себе Друзья Если Это Это Окрыляет Это Вдохновляет Как Раньше Говорили Помните Ну Кто помнит Не помнит В советское время Когда Нам надо было Как-то Утешить Нам говорили Нам говорили Ну это все ерунда По сравнению с мировой революцией Это вообще ерунда То есть Есть цель Огромная цель Мировой пожар Раздуем Назло Буржуем Ну так говорили Да Что значит Что Рябчиков Жует Как говорится Но время Твое Приводит Буржуи И Как бы Нас детство Натаскивали Что будет Мировая революция Бабушка Она Очень сильно Моя верила В это все Была Из старых Еще НКВДистов Еще Вот Значит И она верила Что раздуем Мировой пожар Значит Революции Мировой Вот И Я вспоминаю бабушку Она была такая Вот На амбразуру Ну или сама Или кого-то бросит Но Один слух Но Добьется Стоит своего Знаете Вот И Знаете Если они были Даже оптимистами В своем деле То нам уж Собов велел Вообще Потому что Мы то знаем Что Есть Всемирное Глобальное Огромнейшее Пробуждение Последнего времени Конечно Есть разные Взгляды На будущее Да Да и Сегодняшним днем Мы очень по-разному Видим Но я понял Такую вещь Чтобы нам Быть вот этими Неисправимыми Оптимистами Надо всегда Стараться Я это По себе замечаю И это вам рекомендую Библейски Смотреть на все Происходящее Библейски Не терять Евангельской веры Не терять Евангельского мышления Это 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 Очень важно Что бы ни случилось Сегодня Завтра Послезавтра Что бы ни случилось Какая бы проблема Не пришла Что бы ни было Знаю Что Есть Библейский взгляд Целомудрие Цельное Для тех Кто опоздал Целомудрие Это слово славянское Целостное Мудрование То есть Правильный взгляд На себя На мир Знаете Я Хочу свидетельство Такое Рассказать Не могу Просто не рассказать Его Хочу Хочу С вами Поделиться Этим Порадоваться Боги Еще раз Вспомнить Юность Хочу Вспомнить Советскую Армию Я там Пережил Во время Служения В армии Службы В армии Пережил Чудо Ну Их было Много Чудес От Бога Я знал Точно Что это Божьи чудеса Но Самое Потрясающее Чудо Это было В последние Полгода Моей службы В первых Полтора года Были тоже Чудеса Но Последние Полгода Были Очень такие Серьезные Сильные чудеса И У меня Служба была Непростая В армии Потому что Как оказалось Потом Я не знал Этого всего Я узнал Это потом Уже После Службы В армии Я узнал Из уст Прапорщика Этого полка Который Стал Дьяконом Православной Церкви С которым Мы в Москве Пересекались Кстати Дьякон Этот Прапорщик Был Еще тот Еще из Особистов С секретной Части полка Такой Что Человек Рентген Был Такой Тимолин Полк Был Тоже Непростой Некошерный Всякие Дела Были Нехорошие Но По крайней Мере Этот Человек Он Стал Дьяконом Православной Церкви Он стал Служителем Он пережил Очень сильное Потрясение Он об этом Рассказывал И Ну я ему верил Потому что На самом деле В нем были Большие перемены Это не просто Было там Показное В 91 Когда мы с ним В 90 Начало 92 Когда мы с ним В Москве Общались В последний раз Я видел Что в его жизни Были очень большие перемены Очень большие Вот И вы знаете И он рассказал мне Ты знаешь Почему Такие были у тебя Проблемы Во всей службе Тебя еще в военкомате Кто-то забраковал Еще в военкомате Кто-то написал На твоем личном деле Верующий Вот Поэтому у тебя такая была Непростая служба Такая Ну я догадывался Но не до такой степени Чтобы Еще аж с военкомата Знаете Многие тянули Из этого Всего Вот И Разные были ситуации И вот Ну Ладно Я очень коротко Я люблю эту историю Очень Значит Одним словом Я последние полгода Провел Большей частью В карцере На гаупарте И чаще всего В карцере Вот Я вел себя Прилично Достойно Как считаю Но Значит Проблема была в том Что был у нас Новый ротный командир Который 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 Считал Что Верующий В его Образцовой роте В полку Была образцовая рота Но Значит Верующий В его роте Это проблема Начальник штаба Сказал ему Следующее Я это Узнал У меня были Свои уши В штабе Свои особые Делы Вот Там были товарищи Некоторые Один Были писари Некоторые Которые Как бы Мне передавали Кое что Свои каналы Были Вот Значит И Один из этих Ребят Он сказал Слушай Начальник штаба Ну Ему сказал Что рота Образцовая Который ему дают Командир В рот остановился Этот офицер Приехал в нашу часть Вот Мы его Не видели до того Но он такой Из дотных таких Был офицер Его родной отец Командующий Военному оборуду Я его поколю А он старый Ну понятно Что Он В такой полк Попадает Значит И Особый полк И Ему дают Образцовую роту Нашего родного Тут же подвинули Убрали Вот Ну Это отдельная история И вот И начальник штаба Сказал Что рота Образцовая Но там есть Одна паршива Овца Которая Все стадо портит И имел ввиду Меня И представьте Я сразу заподозрил Что это неладное Потому что Когда он В расположение Рота Пришел Первое Что он Прямо От тумбочки Мы Построение Прямо Расположение Роты Взводные Стоят Офицерно Прапорщики Все Я просто Солдат Даже не Эфриэтер Ничего Лядовой И представьте Он прямо С тумбочки Кричит Журавлев Ко мне Аж все Переглянулись Откуда Он тебя знает Вообще Я когда Подошел К нему Лихо Так Как бы Насчет Чуть Как С этим Видом Придурковатый Придурковатый Слиха Лихой Но когда Он на меня Посмотрел Я понял У меня Проблемы Впереди Большие И вот Так получилось Что По любому Поводу И без Повода Меня На Вахту И Коса на Камень Знаете Или Нашла И вот Он Хотел Меня Убить Даже Сегодня Расскажешь Сейчас Даже Просто По времени Но Бог Сохранял Мою Жизнь Пару Раз Даже Было Конкретное Сохранение Моей Жизни Я с полигона Возвращался Живым Хотя Не должен Был Возвращаться Живым Вот И Потом Последний раз На Гаупах Когда посадили В карцер И Меня Оттуда Не выпускали Полтора месяца Вот Те Кто знает Что это Карцер Те понимают Что это Очень непросто Жить В таких условиях Значит Не кушать Ничего Фактически Вот Значит Первые дни Вообще Ничего Не было Потом Стали Что-то давать Не бить Почти Ничего В каменном Цементном Мешке Значит Лишь раз В сутки Там видишь Свет Божий Ну не Божий А электрический Значит А божий Так чуть-чуть Как вот Из-за кошечка Там Полумрак То есть Это как Грузовой лифт Цементный Мешок Застрявший И плюс Еще Это хлорка Воняет Вот Там Некоторым Друзьям У меня Сделали Там У нас Называли Это На нашей Гобвахте Назвали Это Аквариум Там 2-3 Ведра Воды Наливают На пол И Солок Хлорки И Закрывают Ну представьте Что такое Потом Просто Такой Мордой Ребят Доставали Без сознания Все Распухало Все Кровью Харкали Потом Были Другие Методики Издевательность Были Отбивали Все Печень Почки Все Отбивали И Были Случа Там Я не был Свидетелем Но Мне Рассказали Что Повесили Парни Списали На самоубийство Просто Его Там Забили И Повесили Ну по Разному То есть Были Официары Нормальные А были С приступами Садизма Которые Любили Издеваться И Там У нас Была Очень Жесткая Ковахта Очень Жесткая Даже Катемировская Отдыхает Вот Они У нас Когда Были Офицеры Они Даже Там Не Позволяли Что Было В нашем Прикурсах Выстрел Высших Официарских Курсах Там Больше Полковника Было Чем Рядовых Поэтому Там Были Некоторые Офицеры Которые Любили Издеваться Так Что Страшно Вот И Всякое Было Но Дом Сохранил Мою Не Есть Почти Ничего Не Пить Очень Мало Пить Там Полкружки Наивали Такой Жиж И На Холоде Постоянном Без никакой Мебели Понятно Это Канцер Просто Цементный Мешок Как Выжатый Лимон Был Уже Плюс Еще Дышав Хлор Это Просто Ужас И Вот Больше Того Когда Наша Рота Заступила В караул В очередной Раз То С нашей Роты Писарь Уже Сказал Мне Что Вот Он Тебя Короче Отсюда Сразу Дизбат Минимум Полтора Года Будет Вообще У тебя Дизбата Вот Но Тебе Дебель Нагами Вперед Обещали Потому Что Тон Дизбат Московской Области Куда Посылали Тебя Он Узнал Что Там Его Родной Дядя Начальник Ну А это Садист Такой Что Даже Местно Отдыхают Вот И Поэтому Все Твой Дебель Нагами Вперед Ну Короче Очень Плохие Новости И От меня Уже не требовали Ничего Против себя Там Ложезвредительствовать Просто Уже Должны Были Оставить Туда В Дизбат Вот И Не хотелось Умирать Молодой Парень Знаете Я Взмолился Просто Тогда Взмолился В Еврейском Тексте Библии Там Молитва Не только Словами Что-то Сказано А это Даже Просто Что-то От Сердца Знаете Просто Крик Просто Вопль Это Тоже Молитва Я Обратился К Богу С такими Вот Как Мне Очень Нравится Воздыханиями Неизреченными Красивое Такое слово В сендарном Переводе По-гречески По-другому Совсем Но Тоже Красиво И Смысл Такой Что Просто Обозрепил К Богу И Примерно Так Я сказал Что Иисус А в таких Обстательствах Там Уже Не До Кого Там Иисус Самое Интересное Интересное Когда Христианина Прижимает Я Жену Боих Богородицам Святым Я Жену В храме Там До Армии Немного Бывал И Кое Что Читал Вот А почему Именно Иисус Иисус Вот Хотя Вспомнил Я Перед тем Как Возопил Вспомнил Я Не Иисуса Вспомнил Просто Случай С мучеником Георгием Вот Почему Вспомнил С Мне Жить Я Я Немного Читал Тогда Ну До Огнища Вот И Пока В армии Первых Полтора Года Служил Я Бывал Часто В храме Там Прежний Родный Очень Был Добр По Много В отношения И Часто Я Пел Читал На Клирусе В лес В храме Вот Позволял Мне И Были Чудеса И Вот Я Вспомнил Георгия Которого Однажды Избили Его Бросили В Казимат И должны были казнить То есть Ему тоже Смерть светила Впереди Но Когда Его Открыли Казимат То Там В житии Его Написано Что Он Был Целый Небредимый Живой Здоровый Вот Хотя Легионеры Думали Что Он Умрет Не доживет До казни Вот И Георгий Рассказал Что К нему Пришел Иисус И Вот Так Совершил Такое чудо Исцелил Его И Эти Солдаты Легионеры Римские Они Покаялись Хотя Знали Что За Их Казнят Их Казнили В тот же День Как Положено Но Они Кричали Велик Бог Христианский Они Покаялись Интересная История И Вы Знаете Вспомнив Георгий Я Просто Возокнул Богу Вот Я Иисус Кому Еще Мне Обращаться Как Только К Тебе Примерно Так Как Ты Сказал И И Он Пришел Вот Я Бережил Это чудо Я Два Раза Видел В своей Жизни В своей Христианской Жизни Видение Первый Раз Это было Там Как раз В Карцере И Я Видел Иисуса И Вначале Думал Что Сошел С ума Конечно Первым Мысль Наверное Все Тем более Что Как раз Перед Тем Еще Подшучивали Офицеры Заходя В Карцер Журавлев У тебя Что По стоянку Или Ты еще Парень Еще Нормальный Еще Как Пушкин Александр Сергеевич Говорил Не дай мне Бог Сойти С ума Уж Лучше После С ума И Знаете Наверное Вот Это Все Мне Совсем Может Плохо Потому Что Представьте Я Целый Месяц На тот Момент Не Видел Яркого Света Кроме Электрического А здесь Яркий Свет Как будто Солнце Вместо Стельки Яркое Солнце И оно Очень яркое Это не передать Но самое интересное Оно не ослепляло И больше того Когда Это все закончилось Уже Видением Потом уже Я сообразил Не было никаких Зайчиков В глазах Знаете Какое-то Если бы Ослепление Должно было Быть Наступить Но Не было Ослепления Этот свет Он меня согрел Представьте Что-то Целый месяц Трястись На холоде Только лишь одно Согревалось Начинаешь Приседать Отжиматься Что-то Кровь Загралась А здесь Как будто В микроволновку Какую-то Попал Знаете Такую Изнутри Я был теплым Изнутри И еще две недели Я оставался Кстати там В картере И две недели Я был теплым Когда Оттуда Уходил Уже Я был теплым И не температурная Какая-то Значит Не болезненная А теплость Такая Нормальная Теплость Больше того Этот свет Он насквозь Меня проходил Я художник По специальности Своей Доцерковный Художник Оформитель И Любил Жиркость И Пейзаж И вот И Любил Свет Всегда Любил Свет И вот Что интересно Этот свет Он не оставлял Ни полтонов Ни теней Он просто Насквозь Как будто бы Я в таком Вначале Испугался Было Чуть Думал Наверное Все Наверное Тронулся Но Эта мысль Тут же ушла Потому что Так хорошо Стало Вот знаете Как говорят Не в сказке Сказать Не перома писать Так хорошо Так приятно И тепло И А еще Такой приятный Стресс был В этом свете Еще ярче свет Увидел Это невозможно Представить Сейчас Вот так вот На трезвую голову Как говорится Вот На просто так Невозможно Здесь представить Яркий свет А в нем Еще ярче свет И этот свет Я знал точно Что это не просто свет А это Иисус Я точно знал И он Ну чем ближе Тем Я больше Понимал Что это Иисус Вот и он шел И улыбался Довольный Ну как вот Знаете так грубо говоря Как паровоз Вот Очень счастливый Такой довольный Такой Не передать Знаете вот Вот бывают счастливые люди Да вот Счастливые какие там Мгновения Моменты какие-то А он такой Постоянно Очень счастливый Такой Довольный И идет Вроде как Обняться хочет Вроде И я там Он чем ближе Подходил У меня все Клокотало Вот Выпрыгнешь Это сердце И вот И уже когда был Близко Уже совсем Вот Как-то Зеркало Наверное И он Перестал быть Видимым И все Снова Прекратилось Все Снова Было Таким Полумбраком Но Самое Интересное Внутри Так же Все кипело Так же Все Бурлило Кипело И жарко Было И Волнительно Я понимал Что он сейчас Здесь Просто Чтобы я не Кинулся Сейчас К нему Перестал быть Видимым К чему это Рассказываю Я могу еще Много чего Рассказывать Но После того Да Я же Тоже Исцелился Я перестал кашлять Тогда Сильно кашлял А больше того Я еще не просто Не хотелось спать Не то чтобы Вот Передумал спать А вообще Не хочется Как будто Мое тело Уже выспалось И две недели Еще оставалось И я не хотел спать Не потому что Привычка А потому что Знаете Болезненная Есть такая привычка Не спать долго Допустим А это именно Естественно Не хотелось спать Просто Потом Естественно Не хотелось Кушать Как будто Не просто А как вот В том анекдоте Как твоя ложка Только привыкла Держанша жить И сдохла Говорит Вот Знаете То есть Это не привычка Вот бывает Когда например Длительные посты Или что Там уже привычка Работает Да уже все Уже Вроде уже Даже не хочется Но это плохая Привычка Значит Как бы Может очень Получено Закончится Если Дальше идти Но самое интересное Мое тело Было Как будто бы Оно поело То есть Я не чувствовал Голода Как будто Оно поело Не как будто Оно привыкло Голодать А как будто Оно поело Потом Потом И как будто Я попил Хорошо Там Меня уже Жалели Уже Там уже Даже Начальник Гаупа Ах Капитан Заходил Ко мне Как-то Я вижу По нему Что Меня уже За дурака Считает А я Наверное Поодавал Наверное Все-таки Нечаянно Нечаянно Ну он Крест Как говорится Нечаянно Значит Просто Я все это время Два Четыре Часа Сутки Улыбался А Улыбался Две недели Улыбаться Последних Меня Когда Уволили У меня даже мышцы Болели Как Боя Блин Вот Не Ну я Понимал Когда люди Заходили Ко мне В картер Там Новый Рот Карула Уступает Там Офицер Заходит Я Пытался Сделать Серьезное Лицо Я Понял Сейчас Откроют Мою Дверь Уже Я Так Пытался Ну видимо Кто там Говорил Актеров Не верю Станиславский Станиславский Не верю Видимо Мне не верили Что я Так Страдаю А я Пытался Собразить Серьезное Лицо С ноткой Трагизма Страдания Из меня Мученика Не получилось Потому что Очень 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 Счастлив Был Вот Ну представьте Наверное Со стороны Дурачок Наверное 24 часа В сутки Две Недели Подряд Улыбается Человек Ну Наверное Псих Вот По-человечески Слава Богу Я себя Не видел Со стороны Вот Я просто Был Счастлив Вот И Пока Я улыбался И счастлив Был Две Недели Подряд И даже Присесть Не хотелось Уже Раньше Просто Садился На цемент И все Сидел А это Вот сейчас Даже Самому Странно Честно Я говорю Даже Но В это Время А в это Время А в это В это В это В это же Самое Время Что Творилось В штабе Я не знал Что Творилось В моем Полку Я не знал А там Много Что Совершилось Оказалось Я узнал Это потом Спустя Некоторое Время Годы Даже Некоторые Подробности Узнал Так получилось Что Даже Познакомился С офицером С одним Полковником Подмосковник Который Лет Десять Назад Особист Который Тогда Был Молодым Офицером И который Нам сдавали Квартиру Просто Как раз Подмосковье Это Красная Поляна Называется Я Шереметьево Аэропорт И С хорошим Видом Прямо На Самолет Мне Это Нравилось И что Интересно Он Того Генерала Вспомнил Которого Сын Тогда Все Это Творил И Он Не Подтвердил Кое Что Очень Плохую Информацию Оказалось Что Тот Офицер Который Хотел Меня Дебили Ногами Вперед Сделать Он Сам В это Время Погиб Просто Трагически Так Получилось Ну Слухи Ходили Разные Одни Говорили Ему Помогли Другие Говорят Что На самом Или Нечаянно Вот Хотя Был Чемпион И Пловец И Все Но Так Получилось Что Его Нашли Поздно Уже В воде Побывавших Долго Знаете Я Не Желаю Зла Бог Свидетель Но Особо И Не Молился За него Хотя Библия Говорит И Шо Говорит Молитесь Загонящих Вас Обижающих Вас Творящих Напасти Потому Что Они Не Знают Что Творят К Чему Я Это Рассказал Долго Получилось Извиняюсь Вроде Как Не Совсем В Тему Но Это Тема Целомудрия Целостном Мудровании Знаете Ли Вот Тот Сережа Журавлев Как Типа Дурачок Вот Там В Карцере Улыбающийся Две Недели На самом Две Это Целомудриный Человек Знаете Ли Я Вспоминаю Сейчас Удивляюсь Сейчас Уже Знаете Среди Этого Всего Радостного Иногда Тревожные Мысли Посещали А что Если Сейчас Дизбат На самом Дебя Отправит А что Если Я Думаю Я Подумал Так Что Даже Если Меня Сейчас Вад Отправишь Я Буду Очень Счастливым Если С Таким Иисусом Даже Дизбат Будет Рай Вот С Таким Иисусом Даже Если Отправишь Сейчас Дизбат Куда Куда Это Счастье Оказывается Представляете Вообще Целомудрие Это Не Видеть Только лишь Земное Целомудрие Это Библейский Взгляд На Вчерашнее Сегодняшнее Завнрашнее В своей Жизни В истории Твоего народа Твоей страны Израиля Всего мира Это Видеть Глазами Его Когда Кажется Что С нами Никого Поморишься Вроде Как Нас Много Нас Больше С Богом Нас Богатого Нас Найпод Валатый Если С Богом Удивительно Конечно И Знаете В истории И христианства Израиля Много Хотел я Рассказать А кстати О время Это у нас А Мне Российское Время Постоит Так Значит Уж Большей Частью Я в России Дружусь Последние годы Да О чем Вам О страшном Или О смешном О страшном Вы же не боитесь А вы знаете Я несколько Примеров Расскажу Своих Любимых Из истории Христианства Из истории Израиля Примеров Которые Очень сильно Вдохновляют Знаете Вначале О неприятном Вначале А потом Будет Хэппиэнд Неприятность В том Что Вот о чем Я вчера Кто был На лидерском Чем я говорил Как раз Нужно об этом Скать обязательно Знаете В 96 Году Когда Я вышел Из традиционной Русской Православной Церкви То есть До 96 Я служил Ну с 88 Мой трудовой стаж Русской Православной Церкви До 96 Вначале Был Чицом Диаконом В 91 Стал священником И В общем-то Подрудился В Орловской Московской Рязанской И Брянской Областях В четырех Областях Более или менее Религиозную Жизнь я знаю Знал Тогдашнюю В других Поскольку Поскольку И За эти годы Служения Много было Всякого Хорошего Плохого Разного Я благодарю Бога За этот Религиозный Опыт Благодарю Бога За тех Людей С кем Пересекалась Тогда Знаете Многие Из них Из этих Священников Были Действительно Людьми Верующими Но К сожалению Верующими Как правило Совсем Не библейски Верующими Бесовски Верующими Душевно Верующими Человечески Как угодно Но только Религиозно Но только Не евангельски Не библейски К сожалению И Я В 96 Только лишь Прозвел Читая Слово Божье Бог Развернул Слово Библии В 96 Году Через Проповедь Людмила Плет Время Начаться С Дома Божьего Слышали Наверное Может читали Потрясающая Трилогия Она и сейчас Трилогия Очень сильно Касается Многих Людей Верующих Три книги Людмила Плет Тогда Издала Пробуждение Начаться С меня Время Начаться С Дома Божьего И Глаз Убьющий В пустыне Эти три книги Очень сильно Меня потрясли В 96 Это были первые Книги протестантские Неправославного Издания Которые я в жизни Свои прочитал До того я читал Только лишь Православные Издания И даже Не думал читать Католические Или протестантские Какие-то источники Но так получилось Что в 96 Познакомился С одним Очень интересным Человеком Мы с ним Побеседовали Он-то вроде Как бы Прикинулся Православным А оказался Не православным А оказался Соглядатый Красивое слово Такое есть Не то чтобы Специально Он потом Мне рассказал Его зовут Григорий Я очень люблю Его Этого брата Григория Тильных Он сейчас Пресс-фитер В городе Сураж Брянской области Тогда он был Дягоном В одной из церквей Как раз Там же Брянской области Я с ним Познакомился Пересекся Он Сам первым Начал разговор И мне он Очень понравился Он очень Мне он понравился Как человек Вопросы задавал Знаете ли Ну такие умные Вопросы Хорошие вопросы И без подковырочек Всяких А я любил С людьми побеседовать И я рассказывал Ему Как вот Я верю Как я понимаю О том О всем Пятом Десятом Думаю Надо же Какой Правильный человек Вот значит И вдруг Он себя сдал Нечаянно Сам того не ожидает Он просто Процитировал Из Библии Что-то очень-то Близко к тексту Так подробно Но он не сослался Там Так говорит Библия Просто Процитировал Длинный отрезок Довольно Но я Но я Атеизму Атеизму вначале Потом И настоящая Подпольная Полу Легальная Библия И прочее То есть Как бы Но в 88 Священник У которого Я начал Служение Своё полное Уже На полное Время Не просто Раз в неделю А каждый день Уже В служении Отец Ам Квитович Митрофорный Протерей В Орловской Епархии Орловско-Брянской Тогдашней Епархии Он мне Строго-настрого Сказал Что Вот ты Читая Библию Вне Как бы Церкви Получается Самостоятельно Вот ты Понял Её И вот Не так Нужно Тебе Серожа Он мне говорил Серожа Он сам запад Беларуси Мне так нравилось Как он меня Обзывает Серожа Знаешь Серожа Вот тебе надо читать Отцов церкви Чтобы как бы Ну не сбиться Ни вправо Ни влево И Одним словом Он очень хотел Чтобы в моём разуме В моём головном мозге Такая была колея Наезженная Такая вот Святых отцов Вот И чтобы я из этой колеи Не выезжал И Я согласился И Стал Даже Скажу так Мне понравилось даже Мне даже понравилось Поначалу было странно Я отцу Ивана Помню Отцу Ивана Говорю Вот И к батюшу Говорю Ну При всем уважении Но Говорю Вот Но в Библии же там говорится Что Бог уже всё знает О чём мы будем молиться И Иисус Христос Как бы Один Последний Ходатай Мне было непонятно Странно Зачем нужно его маму просить Зачем нужно просить его апостолов Зачем Других святых Их же не с числа Вот Но мне Значит Отец Ивана Говорил примерно следующее Делай с нами Делай как мы Делай лучше нас Там поймёшь Это в практике Поймёшь Значит И вначале было стыдно Потом вроде ничего Знаете Вроде бы Все же так делают Я так делаю Говорю Вначале всегда стыдно Потом вроде как Нормально Значит И вначале было стыдно Знаете Ну Пред Богом Пред его лицом Вот так вот Просить кого-то ещё Ну как бы Это было так некрасиво Ну и я Как бы Так вот Формально Внутри себя извиняюсь Как бы так вот Обращался Попел там Пресвятая Богородица Спаси нас Потом там Святитель Ильича Николы Моли Бога Нас Всесвяти Молите Бога Нас там Ангелы и Архангели Молите Бога Нас А потом Знаете Особенно под пение Так хорошо пошло Да Мне так понравилось И я даже во вкус пошёл Буквально Уже летом Я помню Я помню уже после Троицы Восемьдесят восьмого года Я уже там уже Тарабанил Будь здоров Уже И знаете Уже каждый день Каждый день Мне батюшки благострелали Какой-то Акафист Почитать в основном В основном были Богородицы Акафисты Какой-то икония И я там уже Будь здоров Уже на память Заучил у тебя Акафисты И я во вкус пошёл В Лавру Когда ехал С группой паломников Тогда Как раз Тысячелетия Точнее Руси Там Столько событий Всяких И в Лавре Там куча народу Не протолкнулся И в Троице Сергиево И в Подмосковье И Знаете И там пойдут Все Акафисты Я тоже Не лыком Шит уже Я уже тоже Я Акафисты Пойдут С семинаристами Уже пропевая Поэтому мне там уже Фор поставили Уже К ним Насчет Там Пару Возносов Сказал Молодец Парень Давай Я рад Стараться Рад Стараться Знаете А в 96 Знаете Как что-то ёкнуло Ведь Это нецеломудренно Это даже Неприлично Даже Даже Не беря В расчёт Там другие Богословские Какие-то Постулаты Даже Неприлично При лицом Бога Всемогущего Просить Кого-то ещё Это настолько Это даже Неприлично И Оно ушло Постепенно Из моей жизни Тогда же В 96 Очень благодарен Богу Вот А Григорий Он процитировал С Библией Что-то Там очень подробно Такое И я понял Наши люди Библию Не читают Думаю Да Ну целую Да Но не читают Что-то здесь Какая-то Какая-то Здесь собака Зарыта И я Я говорю Ему Гриша Григорий Говорю Вы христианин? Он Да Христианин Я конкретизировал Знать Как Ленин на буржуазии Говорю Православный Он Говорит Я устал Сыгруч Нет Говорит Что-то сказал Христиан Вероевангельской Хавае Хавае Короче Хавае Я Не Не Это я Помнил Еще по сектой Видению Помнил Ехабе Это Для меня Были Тихие Сумасшедшие А Хавае Это Буйные Которые Вот он Из Хавае Я думаю Вот Это Да Это Даже Не Баптисты Это Даже Пятидесятники Вообще Он Да Сказал Да Пятидесятники Да Хавае Поэтому Вот Это Да Какая Встреча Не Ну Нам Говорили Я Помнил По сектой Видению Что Нам Говорили Что Первых Полгода Или По сектой Единью По сектой Единью Точнее Нам Говорили Что Первых Полгода Процессы Обратимы Вполне Поэтому Я подумал Грешным делом Думаю Наверное Он недавно В этой секте Поэтому Он такой Нормальный Еще Здоровомысливший Я Не знал Что Он родился В этой Секте Вообще И Что Он Сектант 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 Его Дедушка Был Служителем В Бавкист Церкви Его Отец Служитель Дяди Тети Все В церквях Все Бавкист Да Я Не знал Этой Историю Всей Я Стал Практиковать То Что По сектам Видения Нам Говорили Самая Лучшая Защита В Нападении Да Я Встал Какие Живо Христиане Не Христи Креста На Вас Нет Матерь Божией Не Почитайте Святым Не Молитесь Мощей У Нет Какой Бенни С Хином И Все Я Тогда Думал Что Два Разных Человек Я Мало Читал Серьезно Мало Интересовался Этим Вообще Просто То Что Я Знал За Что Купил За Продал И Вот Это Сказал Кстати У меня Было По Секретам Не было Пять Плюсов Я Сам Удивляюсь Как Я Сдал Вообще Но Я Понял Это Как Сдавали Марксистско Ленинскую Философию Главное Говорить И Не Переставать Одна Запинка Минус Полбала Или Тройку Получишь Поэтому Главное Знаешь Не Знаешь Просто Говори 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 Обычно Как Принимали Марксистско Философию Раньше Если Говорить Не мешки Таскать В конце Концов И Тут Раз И Пятерка Тебе Выгудет А Если Ты Говоришь Еще С Чувством С Остановками То С Плюсом Ставит И Так же Я Знал Да И Но На самом деле Я почти Ничего Не знал Серьезно Просто Привычка Болтать Старая Советская Вот Такая Методика Она Работала И в Семинаре Работала Вот И Ну Я Понял Я Помнил одно Что Пятьсятник Это Злая Секта Опасная Секта Такая Вот И Пожалел Даже Этого Гришу Я Ему дал книгу Про Богородицу Земная жизнь Пресвятой Богородицы Такая В твердом переплетик Такая В твердом переплетик И Жалости К нему Как бы Дал Ему И Он взял Эту книгу И я понял Думаю Вот если Пример Богородицы Он На плавину Наш уже Дальше Вопрос Техники И Знаете И И Здесь Он Из своих Сектанских Штани Достает Свою Книгу И мне Ее И это Были Прокуди Приехал И Женя Рассказываю Она Моя супруга Инна Вообще По паспорту А по церковному Нина Вот Представляешь Кого я видел Сегодня Живого Пятидесятника Настоящего Ну для меня Владикоменко Вообще Первый Пятидесятник В моей жизни Вообще Кого я увидел Живьем Так вот Насчет И Насчет Она Говорит Это что Да Даже книжку Мне дал Почитать Свою Сектантскую Она Говорит Ну ты Конечно Не читай А то еще Какой Ирисю Заразишься Я говорю Нина Обижаешь Матушка Обижаешь Чему У меня Батюшку Могут Научить Протестант Но яйца Курицу Не учат Ну вообще Безгоду Неделя Ну Смешно Хотя На всякий случай Я ее все таки В сам дом Не внес А вот Положил Ну как Сене Там не сене Что-то такое А там оставил На всякий случай Ну мало ли Чтобы никаких вирусов Излучений Сектантских Вот А самому было интересно Любопытство Страшные вещи Так интересно Прохожу Я же Выхожу Захожу Глядь Там Сектантская книжка Лежит Лежит Думаю Ладно А что ж там написано Интересно Думаю А вдруг он меня спросит Краткое содержание А я же даже не знаю А мы договорились Что через недель Повстречаемся снова И обменяемся Снова книжками То есть Он мне вернет мою А я не буду его отдать Мишку Да И вот время уже Как бы уже в субботе Мы даже встретимся В субботу Уже На счет уже там В районе центрального рынка Думаю Ага Ну как-то неприлично Я хотя бы Прочту Первую Ну страничку Две странички А вот много грехов Не наберусь Не нахватаюсь Но будет мне Как бы еще Плюс по сектору Видению Какая-то тема Допустим Будет Ну на всякий случай Мало Прилетится Короче И вот я Внес ее Таким в свой дом Законный наш дом Где мы жили В свою комнату Такая Самая святая комната У меня такая была Святость Там Ашпре Там Везде иконы Это одно Всякие мешочки Мешочки с землей С разных могил святых Там всякие Там Короче Там Чего только не было вообще Посох от Серафима Саровского Там Оттуда 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 Отовсюду у меня были Эти вещи Даже на потолок На потолке было Изображение В таком Новгородском Старом Таком стиле Спаситель Там Вот с таким Кулаком Лицо Афгазской национальности Такой Абрех Такой Сверху В эту комнату Мы как-то Тестя поселили Он там приехал Первый раз Как раз Да Ну он еще там Покуривал Там И там Как бы Немного там Решил Ну мы решили Как бы это Чтобы он там Просветился Положить его Положить его Пропитался Пропитался А там у нас Вы ему сразу не сказали Короче ночью У нас там Это все В одном хозяйстве Один двор Храм И церковный дом И там Ночью включается Как-то там Ну не знаю Подключен Время времени Прожектор большой Такой И там Не включат На него Все Можно даже Свет не включать И представляете Значит Свет И здесь Ночью Просыпается И видит Над собой Какой он Кавказ Он там Бар Блогов И на пол И такой Пятиэтажный Мат Да Пришел в чувство Да Просто Светили Да У меня была Классная комната Конечно По-своему Классная Знаете ли Я приходил Прям Вау Вот значит И если бы Апостол Павел Побывал бы у меня Там гостям Сказал бы Я вижу ты Особенно Наоборот Болючка Ибо Обходя И осматривая Твои святыни Я даже не нашел Там Жертвы Неведомому Богу Знаете ли Вот такой Ведун Православный Был такой Да Значит И И вот Но Я даже не об этом Хочу рассказать Об этом чуде Которое В тот день Произошло А чудо Было такое Очень простое Когда я эту книжку Я Я ее Крепнув Даже крещенского Водю На всякий случай То есть Как бы У лютера Шансов Не было никаких Вообще Вот Значит Я читаю Притом Читаю С таким Пренебрежением Ну Думано Хотя бы Просто Ознакомлюсь С первой Второй Страничкой И все И вот И представьте Какой Священный Такой ужас Испытал я Вот Потрясение Я После этого После этого дела Вот Им вообще Неинтересно Было Об этом Говорить О Женщинах Там О Деньгах О Чем Угодно Но Сказать Должна Должна Родиться Свыше Все Все Остальное Не имеет Смысла И вот И Господа Вот Я очень Бога Благодарю За Людмилу Плетт Очень Благодарю Бога За Эрра Штекина За Эво Эти Проповеди Потому Что Они Были Во Первых Беседы Все Эти Записанные Были Христицентричны Вот Это Подкупало По Хорошему То Там Иисус Христос В центре Внимания Во Вторых Библейский Взгляд Это Можно Назвать Одним Словом Эту Целомудрие То Правильный Взгляд Трезвый Взгляд На Все Происходящее На Смотря Все Через Слово Божье Знаете Я читал Не мог Остановиться Потом Просто Не мог Читать Потому Что Начинал Плакать Я Ревел Так Что Не Ревел Именно Ревел Просто Каялся О грехах Своих Вообще Я видел Себя Опять Грязным И Я Не на Иисуса Взирал Вообще Знаете В этой книге Столько Много Было Использляющего Что Что После Того Как Еще По мере Того Как Читал Проплачусь Потом Думаю Стоп Протестант Не православный Автор Но Такие Православные Вещи Пишет Ну Как Я Так Рассуждал Так Думаю Так Это Что В Наших Дней Так Это Что В Семинаре Давать А Потом Думаю Стоп Нет Пока Книгу Эту Переводили Пока Ее Там Немец Проповедник Думаю Пока Переводили Ее Пока Издавали Он Может Уже Покаялся Православный Что Он В секте Забыл Вот Такой Трезвый Порядочный Человек Хороший Вот И Знаете А потом Должен Несли Почитать Матушки Помните Как У Ильфа Петрова Когда Отец Федор После Исповеди Жалко В фильме Этого Нет В книжке Когда Отец Федор После Исповеди Ну У него Золотая Лихорадка Как Американцы Говорят Голд Раш Золотая Тряска Говорят Там Один Банкир В Америке Был В музее В Калифорнии Музее Золото Музей Золота Добычи Золота Музей Золотой Лихорадки И там Рассказывают Как Один Известный Богатый Он Всех Своих Починеных Проверял На золото Тест Лучше Всякого Детектора Лжи Просто давал Золото Потрогать Деньги давал Хорошие Если у того руки Маленько тряслись Все Его тут же Варняли Оставлял только Лишь тех У кого руки Не тряслись И с ними Строил бизнес Дальше Значит Очень хороший тест И он достигает Очень хороших Бизнесе Показателей Вот То есть Если человек Он любит золото Да Любит деньги У него Ненормальное отношение Такое То Он стремится к этому То это Очень плохой знак Очень удобный знак Для бизнеса Значит И То есть То есть С теми можно нормально Строить Кто как бы нормально К этому относится Как бы Для него это не Самая первая цель В жизни вообще Ну Это Отвлечение И вот Я значит Когда своей жене Дал эту книжку Почитать Она взяла Там тоже Наревелась Там Потом Не знаю Она даже Мне сказала Интересные слова Такие А помнишь Когда мы еще Только поженились Или еще даже Не женились Ну Вот уже где-то Возле того Она как-то Рассказала мне Про какую-то Знакомую Там Баптистку Какую-то женщину С баптисткой Вроде как В какой-то церкви Она умерла Эта женщина Но она При жизни Она все Об Иисусе Христе Как-то говорила И притом так Что как будто Он там присутствует Иисус этот И Даже Неверующие люди Собирались Она начинала Так рассказывать Что Плакать Начинала Петь И люди Слушали Смолкали Хотя там Коммунисты Атеисты Но Очень как бы Так вот Ну С пониманием Таким Относились к ее Верили И эта женщина Заболела Потом умерла И она мне Не наговорила Что Ну представь Неужели она Пошла в ад Потому что Была баптисткой Я говорю Конечно Слушай Ну Тогда Вот в чем Когда только Поженились Я был очень Таким молодым Православным Таким радикальным Я говорю Слушай Если вы православные Едва спасаемся То где же Баптисты Объявятся В общем И прочие Сатанисты Там как бы Так Я даже там Ну Специально умышлен Так вот Такие вещи Подчеркивала Раньше Вот значит Для меня Все что было Вне Русской Православной Церкви Это все Просто мрак Даже без полутонов Фактически Обрывалось На границе Моей конфессии Все Значит И дух дышал Только лишь Вот Где Ему повелели Мы дышать Вот значит Здесь дышит Там не дыши Дыши Не дыши Но дух дышит Где Хочет Да господа И вот Потом Когда книгу Эту я вернул Григорию Он мне дал Вторую книгу А кстати Очень хорошее действие Знаете ли Сейчас в христианстве Столько много книг Сдается Порой Ну За голову хватаешься Столько много Литературы Порой На Продажах Среди В цеплях Христианских Магазинах Христианских И знаете ли Некоторые Меня спрашивают Какую читать Не читать Я говорю Знаете Есть очень хороший Тест Уже проверенный Как бы Ну на опыте Проверенный Вот вы начинаете К примеру Сомневаетесь Книга Та не та Начинайте И читать Вот если У вас Первую страницу Вторую Третью Может Не знаю Если у вас Разжигается Больше Любовь к Богу И К Слову Божьему Читайте Если Ну Лучше все Закрыть И протестировать Потом Вот значит Если нет Этого Лучше оставить Ее в сторону Убрать Потому что Оно как бы Ну бывает Настолько не на пользу Может эта книга Просто не вовремя Попала вам в руки А может она вообще Не нужна вам Даже Вот И наше чтение Оно не должно Отвлекать от нашего Бога И от Его Слова И наоборот Очень хорошие Книги те Которые Побуждают Нас Обращаться К нему И к его Слову Это очень Хорошие книги И вот Книги Эрла Проповеди Как мы Называем Дядя Эрла Сейчас Вот Его Проповеди Меня очень сильно Распалили В том Чтобы Библию Читать Я даже Искал Свою Библию Нашел Свою Библию Вот И Открыл Ее И Я слышал Тихий голос Как будто Моя мысль Была Явно не моя мысль Была В тот день Я испытал Такое чудо И Этот голос Говорил мне Сережа Это был Первый для меня Шок Представьте Не отец Сергий Не ваше Преподобие И же Иси На земли Раб Божий Обшиткожий Гому Сапвест Ну как Это еще Представьте Эй Человек Сережа Даже не Сергей Как в Америке Подкалывали Я начально не понял С английским У меня плохо Но моего английского Хотело понять Что это подкалка Сергей Говорю Ногей Говорю Серго Сэнджу Ногей Сэнджу Ногей Так что-то Можно попасть Нужно найти С этим именем Серго Сэнджу Как угодно Вот Значит И Слышал Такое Сережа Мне так понравилось Так классно Вот И Потом Это мысль Как бы Голос Мысль Следующий Сказал Что Посмотри Я смотрю книгу Не могу ничего прочесть Даже От волнения Такого И Дальше Мысль продолжалась Почему тебе было Все хуже и хуже Ты старался Больше и больше Было все хуже и хуже И опять пауза Я не знаю Что даже сказать Даже вообще Да это все И опять тот же самый голос Как бы Как мысль Говорит дальше Потому что Слово мое Оно ушло Из твоей жизни И все И больше в тот день Ничего не слышал Вот как Откуда пришел Куда ушел Кто его знает И как ветерок Раз Повеял И ушел И знаете Ну он-то ко мне Обратился Неформально Вот так вот Просто А я к этому времени Уже Отвык Молиться Своими словами Вначале Отучался А потом С 91 года Уже не отучался Уже просто привык Уже молиться По молитве Слову По акафистикам И прочим Дисциплинировал себя В этом А потом Вот осталось Моей жизнью Просто Да Я в эти молитвы Пытался что-то вдохновить Вдохнуть Как говорили Чувство свое Религиозное Ну Когда Как получался Но Знаете ли Но все равно Это было Неверничным Моим Обращением А здесь Вот так Он уже Обратился На славянском Их Все просто И я к нему Снова Сказал Так как Никогда Не говорил За все эти годы С 88 года Я не говорил Фактически Больше Я говорил Папа Я не Отчина Что Он мне Ижи Сита Папочка Папа Это то Что я знал Это так Как ему Впервые Обратился В 13 лет Неполных Когда Во сне Я увидел И узнал Что можно К ним Обращаться К Богу Как К папе И Знаете Это Возвращение К первой любви Было Я просто Кавился Просил прощения А потом Сказал Такие слова Которые Даже сам Запомнил Думаю Как я сказал Красиво Интересно Вот Я сказал Что безопаснее Для меня Доверять Твоему Слову Вот Как-то Так Прозвучало Думаю Вот Это Да Так Точно Эфрика Вот В чем Проблема Это Была И Знаете Целомудрие Наша Христианская Целостный Взгляд Библейский Ивангельский Взгляд На Самого Себя На Свою Прожитую Жизнь На День Сегодняшний На Свою Будущую Будущие Дни Свои Будущие Свою Судьбу Библейский Взгляд Целомудренный Взгляд Любой Другой Взгляд Он Не Целомудрен Он Не Целостен Он Ограничен И он Полон Всяких Сомнений Страхов И он Нас Толкает К неправильным Действиям Поступкам Правильный Взгляд С позиции Вечности С позиции Бога Знаете Когда Изучаешь Историю Допустим Я очень Люблю Историю Очень Люблю Эту Тему Историю Христианства Историю И Когда Начинаешь Собирать Информацию Допустим О каком-то Периоде Времени О каком-то Деятеле Допустим О каком-то Событии Порой Удивляешься Как Люди По-разному Описывают Эти События Допустим Карл Маркс У него Теория Классовой Борьбы Энгельс Соратник Товарищ Он взял И будучи Историком И плохим Историком Для своего Времени Он взял Марксову Эту теорию Классовой Борьбы И Перенес Ее на Науку Свою И историю И получилось Очень интересно Получилось Что для него Вся история Это история Борьбы Классов Для него Это история От первого Бесплассового Общества Первого Бытного коммунизма Как бы да Мы говорили Объясняли Это по марксистской Ленинской Философии Потом Борьба классов Различные Периоды Интересно Нарисовали А потом В конце Туннелях Как говорится Новое Бесплассовое Общество Уже Сознательных Людей Не первого Бытных А сознательных Людей Где От каждого По возможностям Каждого По потребностям Где То есть Все Кругом Колхозное Все кругом Мое И где Все хорошо Интересно Вот Есть разные взгляды Допустим На историю Но если Библейски Посмотреть На историю То она Видна Не как у Марса Не как у Энгельса Не как у других историков Она видна Как история Отпадения И история Восстановления История Того Как наши Еще Прапрапрапрапрарцы Вот Отступили Как это Происходило Дальше и дальше И как Постепенно Происходит Возвращение Или как В еврейской Традиции Очень не нравится Красиво Выражаются Многие Учителя Исправление Мира Очень красивое Слово И Действительно В этом Исправлении И потом уже Новая земля И новые небеса Но в этом Восстановлении Ветшуа Возвращение Возвращение К Богу К Отцу Возвращение К Творцу В этом возвращении В этом исправлении Мира Голгофский крест Стоит прямо Посреди Потому что Это Точка Восстановления Это точка Возрождения Это точка Спасения До Этого Момента История Человечества Если кривую Нарисовать Историю Человечества Это история Непрерстанных От падений Ниже Ниже И ниже С этого момента Не так быстро Но постепенно Кривая История Идет вверх Выше Выше И выше И вот Два тысячелетия Эти Это Период Восстановления Период Покаяния Очень непростой Путь На этом пути много И искушений И соблазнов Много всего И было И есть И будет Но С Божьей помощью Совершится С Божьей помощью Состоится Друзья Потому что Господь Привнесено Было Различных Еретических Учений Много Вот такое ощущение Как будто бы К примеру В четвертом Нет В пятом Столетии Особенно Как будто бы Перепутали эти трубы И канализация Хлынула просто И отравление Началось Тело Христа Но знаете Я убедился В чем Что оказывается Ну Это вывод Сделали многие историки Но Я убедился Изучая Эту тему Что Вот той Дверью Тем Крайником Который Все это сделал Тем первым Грехом Как бы Церкви Был Антисемитизм Хотите Верить Хотите Нет Не Не какие-то Там другие Проблемы А именно Антисемитизм Интересно Как это могло Быть вообще В истории Христианства Как это Пришло Все начиналось С каких-то Пустяков Казалось бы Исторически Во втором столетии Вот при Был такой Папа Римский Виктор Был разговор Епископа В церкви О Времени празднования Пасхи Казалось бы Ну Что за разговор Когда Пасха Ну В Библии Там говорится Да Полнолуние Месяца Несан 14 Несана Значит Бог вывел Свои ополчения Из Египта Для служения Как бы Все Чин по чину И поэтому Полнолуние Этого месяца Несан Но Это Пасха Это Песах Но Зачем Епископам Рима И других городов Вообще Вопрос такой Был оставить Зачем Что им с этого Было вообще Было желание Страстное даже У них желание Я так понимаю Отмеживаться От евреев Показать И самим себе И Сильным века Того Императорам В частности Что Мы не евреи Евреи не мы Мы как Оторванный ломоть Мы как Уже Отдельная Религиозная система Уже ничего общего Не имеющая С юдаизмом Ага Потому что Для Римской империи Также был характерен Антисемитизм И время от времени Евреям было Очень не сладко Ну по разным причинам Тем более Вот я вам сегодня Кое что рассказал О трагедии Иерусалима О трагедии Разрушения храма Но Картина не полная Если не вспомнить Баркову Если не вспомнить Сына звезды Почему Надо о нем Тоже вспомнить сегодня Это очень страшная Печальная история Но нужно о нем Помнить Потому что Сам Машех Сам Мессия Христос Истинный Иисус Предсказывал Это страшное событие Он говорил Что я пришел Во имя Отца моего Не приняли Но придет Иной Во имя свое Его примите И точно Как мы говорим Как воду глядел Точно Через сто лет Пришел этот человек Очень эффектно С мечом На коне Покорил сердца Умы Миллионов людей Первосвященники Его провозносили Официально Христом Машехом И В то время Через сто лет После Ишуа Все иудеи Стали мессианскими Только лишь Разница в том Что меньшевики Если можно так условно Назвать Верили что Ишуа Башех А большевики Верили что Барков Башех В принципе Все стали мессианскими Это было Во втором столетии Трагедия была Очень страшной Во первых Поначалу Барковбе Удалось Не только Как бы Эффектно показаться На сцене Политической Религиозной Но И действительно Что-то доказать Это были победы Римляне с позором Бежали Казалось бы Эйфории победы Независимости Казалось бы Израиля Наконец таки Римляне были В растерянности На самом деле Но у них там В империи были Свои проблемы Очень серьезные Как бы И Они не могли Даже послать туда Легионы дополнительные Для Как бы Ну Усмирения Иудеи Но вскоре Римляне Спохватились Что теряют Лакомый кусочек На Ближнем Востоке Римляне Поставили туда Свои отборные Легионы И навели Железной рукой Римской Страшный порядок Сколько народу Погибло Мы даже не знаем Точно Миллион Полтора Разные цифры Называются Просто была Страшная бойня В Израиле Тысячи Десятки Даже тысяч Пишут Евреи Были распяты В предместях Иерусалайма Вообще Это была Страшная бойня Барковка погибает Все его соратники Погибают Первосвященники Погибают Рост священников Вырезают Фактически Римляне То есть Сохраняются Очень немногие И те Кто уцелели Учителя Израиля Они в ужасе Они пытаются Сохранить традицию Записать ее Хотя бы Потому что Иначе Вообще Прервется Устная тара Они говорили Прервется Цех этих преданий И мы должны Записать что-то Началось Записывание Как раз Этих преданий И Это был страх Это был ужас И величайшее Разочарование Представьте Поверив в Барбухбу Как в Машиаха Израиль поставил Не на того совершенно И он поставил Все Самая страшная игра Это не было просто Лишь Большой ставкой Израиль поставил Все Вот весь капитал Все фишки Все И не на ту лошадку Совсем Это была черная лошадка Это был Сын Неизвестный А сын Ада И это стало ясно Но Уже было поздно Локти кусать После драки Кулаками не мажут Историки пишут Что римские легионеры Сами были В ужасе От происходившего Тогда В Израиле Десятки тысяч Евреев Выходили Вооруженные На сражение Небольшие отряды Римлян Сотни людей Прогоняли И убивали Тысячи евреев Которые То есть как бы Все наоборот Происходило Никако ожидалось Было величайшее поражение И вот после этого Конечно После этой величайшей трагедии История Израиля Она Была Очень Обращенной И этими Этой страшной ошибкой И Многими другими грехами Это было очень страшно Но еще страшнее Что Среди христиан Нашлось очень много Тех кто Злорадствовал Тех кто Может не отобрял Этого массового бойня Но Как бы Показывал пальцем И Не против было Это очень страшно То что в Израиле Подошло Это очень страшно То что с еврейским народом Подошло Что это очень страшно Но Как-то Моги Еще более страшнее События Прошли в церкви Которая Казалось бы Удар не приняла В тот момент На себя Но Из-за ее позиции Такой Стоять в сторонке И ухмыляться Еще порой А плюс Еще нашлись Богословы Которые В то же самое время Начинали Свои антисемитские Вот эти вот Пасквили Подливая масло в огонь Это послужило Раздором Вместо того Чтобы протянуть руку Евреям Вместо того Чтобы Тем неевреям Что веровали В Иисуса Как в Христа Вместо того Чтобы Помощь Оказать какую-то Определенную Протянуть руку Братскую Стали Лишь Отталкивать Стали Лишь Подливать масло В огонь И это было Вот той трещиной Которая Впоследствии Знаете ли Стала Огромным Каньоном Огромной пропастью Просто Разделяя Израиль и церковь Многие другие Богословские проблемы Прошли позже Гораздо позже Но уже тогда Первые Толчки Этого страшного Учения Уже Прозвучали Кстати если Обратимся Вот Теория замещения Слышали все о ней Да наверное Многие читали об этом Слышали об этом Лекции У Бориса Луча Очень хорошее Есть учение Об этом Очень классное Объяснение Я хочу Еще кое-что Дополнить И рассказать вам Еще кое-что Учение Теория замещения Как таковая Это теория Это учение Уже учение Очень опасное Оно Ну антиеврейское Это антиевдейское Да Но не только это Слушайте Еще более страшно Даже Что это учение По сути Оно против Не только Израиля Оно против Бога Потому что Это учение Ложное Оно пытается Исказить Сам образ Бога В умах Миллионов Верующих Якобы Бог Такой Если Бог Вот только представим Что Вот эти учителя Замещения Они правы Ужас Вот такому Богу Которого Они себе Представляют Я бы в жизни Не поверил Вот такому Богу Очень сложно довериться Такой Бог Согласно этой теории Он любил Израиль Клялся и вожил Со своей верности Со своей любви Но вдруг Однажды взял И передумал И полюбил Другую Сердцу Не прикажешь Вот значит Церковь Христианскую А что с Израилем Развод Дети Форточку Прошла любовь Завяли помидоры Все И знаете Оказывается Развод Вот это Да Интересно И теперь Все то что Хорошее Писалось об Израиле И говорилось Богом Все это теперь К церкви относится А все плохое Остается Израиль Интересная теория Такая Очень интересная А я так мысль Продолжил Думал Ага стоп Если Бог Однажды взял И передумал И нарушил Своё же слово То как ему Поверить вообще Очень сложно Если он Кинул однажды А вдруг Нас кинет Да Слушайте Я понимаю Почему И в Африке Допустим Других некоторых Регионах Континентах Есть Исламские Миссии Проповедники Миссионеры Исламские Которые Называются Миссии Новейшего Завета Миссии Новейшего Завета Вау И Я представляю Себе Бог Допустим Он Общался с Иудеями Потом отверхов Потом с Христианами Потом сказал Нет Ребята Хватит уже Уже надоели мне Христиане Выберу Я Мусульман И мы попали Ну я Может еще Как-то 50-50 Проскочу У меня По маме Татарские Корни Еврейские Отцу А Мусульманские У матери Как-то Может быть Я Договорюсь С этим Ловом Но У многих Большие Проблемы У нас Ну Да Но все-таки Пять раз День молятся Чем починут Что А потом А потом Пример Мусульмане Товарищи Рано радуйтесь А вдруг Завтра И с мусульманами Надоест Богу Иметь отношение Скажет Возьму-ка Я лучше Себе Этих Буддистов Допустим Вот Божьей коровкой Прям Все Хорошие Ребята Вот И вегетарианцы И прочее А потом Ему что-то Взбредет в голову И скажет А возьму-ка я себе Еще какую-то Другую религию Изберу Допустим Самую декобленную И так до бесконечности Предавший Если Бог Предавший Однажды Предаст еще раз Это сто процентов Такому Богу Богу антисемитов Я бы никогда Не доверился Я это теперь знаю Точно У антисемитов Очень плохой Бог Который Обманывает Который нарушает Своё слово И теория Замещения Поэтому Она направлена Как против Израиля Так и Против Самого Создателя Коверкая Его образ В умах Миллионов Верующих Больше того Эта теория Направлена И против Всех Неевреев Против Всех Неевреев Теория Замещения Направлена Потому Что Во-первых Вот я уже Сказал Неевреям Как поверить В этого Бога При всём Уважении К нему Но если Он однажды Первенца Своего кинул И не хочет С ним никак Контактировать Вообще Всё Старшего То Как же Быть Остальной В семье В семье Само Ужасное Переживание Что В семье Был Старший С которым Бог Не хочет Никак Контактировать Которого Отрезали Ломоть Который Умерший И живой Это ужасно Ужаснейшее Переживание Вот И ещё Почему Против Неевреев Это учение Направлено Потому Что Враг Рода Человеческого Человек Убийца Начала Сатана Он знает Что Написано В Библии Проклинающий Тебя Проклят Благоставляющий Тебя Благоставлён То есть С помощью Вот этого Теории Замещения И антисемитских Всяких Учений Дьяволу Проще Расправляться Над разными Народами Этой земли Которых Он может Брать Голыми Руками Если Их Уверят Убедит Их В антисемитизме Потому Что Это тогда Его добыча Очень лёгкая Добыча Поэтому Это учение Оно Направлено Против Израиля Против Бога Израиля И против Всех народов Этой земли На самом деле Если Бог Истинный Бог Мы берём Сейчас Библейский Бог Библейским взглядом Осматриваем всё Если Он остался Я в это верю Глубоко Он остался Верным Своему слову Если Он Не кинул Евреев Он не кинет И всех остальных Если Он Не обманул Израиль И оказался Верным Своему слову Хотя Израиль Много раз Был не верен Да мы это знаем Из Библии Но Я Говорит Оставался верным То тогда И в Новом Завете Мы можем Смело Довериться Ему И тогда Иешуа Подняв Чашу Бокал Этот Завершающий После вечера Уже И сказав Это есть Чаша В моей крови Новый Завет В моей крови Мы знаем Что это Одни шутки Что это правда Что на самом деле Можем Ему смело Доверять Что это Вечный Завет В Его Святой крови И я знаю В кого Он веровал Я знаю Что Ему Можно Доверять Ему Можно Верить Потому что Он не солгал Не обманул Никого Не бросил И даже Если Его сын Один оказался Возле свиного корыта Где-то Греха Он все равно Любит Ждет Он Он Не Осуждает И если Человек Возвращается Он Сразу Одевает Одежду Перстень Пир Закатывает Слава Богу Друзья И Еще Скажу Друзья Очень страшная Печальная новость Для всех Антисемитов И всех Кто любит Теорию Замещения Очень страшная новость Когда Это учение Оно Лишь зарождалось Ну Точно неизвестно Кто его Вот так вот Оформил Но Обычно Связывают С именем Иоанна Златоустого Патриарх Константинопольский Иоанн Златоустый Вот Как раз В понедельник Была его память Была его По календарю Православной Церкви Иоанн Златоустый Много сделал Хорошего С одной стороны Но Став Патриархом Этот Богослов К сожалению Попал Ну я Сейчас Пытаюсь Его как-то Оправдать Что ли Я не думаю Что это Прямо Такой уж Сильно Злой гений Хотя Иногда Такие мысли Закрадываются Но Если попытаться Оправдать Понять Златоустого То Объясняется Многое Знаете Чем Что он Стал Тоже Между молотом Наковальней Он стал Частью Религиозно Политической Игры Интриги Огромной Интриги Я не знаю Как бы на его месте Повел бы кто-то Себя другой Даже Очень трудно Что-то Предугадать Потому что В то время Я извиняюсь Вы Можете Еще В то В то время Родилась Система Зарождалась Истановилась На ноги Система Религиозно Политические Взаимоотношения Таких Называемая Цезарепапизмом Цезарепапизм Цезарепапизм Цезарь Это царь Император Президент Диктатор Лидер В стране Светская власть Светская власть Сильный века Сего Папос Это духовная власть Это Религиозная система Цезарепапизмом Называется Система Взаимоотношений Церкви И государства Когда государство Управляет Церковью Государство Управляет Церковью А церковь Судовится послушным Орудием Инструментом Как сильный Мир и сего Цезарепапизм И Эта система Превращающая Церковь Христа В такую Апокалипсическую Блудницу Когда уже Не Христос Глава церкви А Кесарь Маммона Что угодно Иное Другое Глава церкви Когда уже Не позаботились Иметь Бога В разуме Не дружат С головой Церковь Ага Если мы так Грубо говоря То есть Христос Глава церкви Его главенство Это не Формальное Главенство Это не просто Главенство Такое Где-то записанное Но нереальное Оно реальное Главенство Через его Слово Что вы зовете Меня Господи Господи Он говорит А не делать О том Что я говорю вам Да друзья И вот На чем же Строилась Эта теория Замещения Златоустому Приписываются Разные Учения Некоторые Из них Оспариваются Сейчас И говорят Историки Что возможно Это даже Не был Златоустый А просто Ему Приписали Это Даже Есть такое Выражение Порой В учебниках Встречается Лже Златоустый То есть Как бы Возможно Это Кто-то Написал Его именем Подписался Или же Ему Приписал Ну Сегодня Тоже Невозможно Уже Фактически Доказать Но Пробуют Историки Так вот А почему Так Пытаются Оправдать Златоустого Еще Потому что Это Вы считается Выдающийся Проповедник Своего времени И даже Один из Отцов Церкви Но Уж Слишком У него Фашистские Взгляды Многие Такие Откровенно Недаром И Гитлер И Гиммлер Многие Другие Лидеры Национального Союзма В Германии Начинали Исчисление Своего Вот именно Как раз Этого Учения Именно От дней Иоанна Златоустого Это Ну Исторический Тоже Факт Так вот Златоустому Приписывается Иоанну Как раз Эта Теория Замещения И Он Говаривал Согласно Этому Учению Что Бог От евреев Открестился Насовсем Все Он Он и раньше Они не соберутся И никогда Евреи Больше не будут Жить В своей земле Это будет Знаком Свыше Для всех Народов Да А в четвертом Веке Это казалось Очень Правдоподобным Но А что делать Нам сегодня 14 мая 1948 Года Когда Бен Гурион Читал Декларацию Независимости Израиля Наверное Златоусты И же с ним В город Переворачивались И наверное Много же Переворачивались Больше того Вся Этисемиты Всех Времен и Народов Наверное Просто Все мыслимые Немыслимые Амманы Дело в том Что Бог Показал И доказал Тем самым Некоторые Правда Сомневаются И говорят Но ведь это Чаще всего Были Социалисты И неверующие Евреи А что Бог может Только лишь Через верующих Что-то делать А через неверующих Что он не может Делать ничего То-то Бог Через коммунистов Делать Через что угодно Через кого угодно Вообще Даже такое слово Есть в Библии Если дети Замолчат Камни Вы забеют Я думаю Батюшки были верующие Они поняли Что лучше не запрещать Детям Представьте Дети это одно Но если бы камни В Иерусалим Заорали Как им запретишь Вообще Где инстанция Чтобы запретить Камням Орать Да Поэтому они поняли Лучше Детей не трог Пусть дети Отключат Свою Да Так что Ну если буквально Понимать Вот И Интересно Да Друзья Времени уже немного Я буду подотаживать Для вас хорошая новость Еще Значит На шабате Будет Еще Предстоящий Нам шабате В Киевской Рейсе Мессианской общине Будет еще анонс Некоторый И в понедельник Мы с вами вечерком Встретимся В этом Соборе Христа Кудринка 34 По-моему А да Значит Там в классе Там класс даже Наверное побольше Где-то Да Значит И там будет возможность Продолжить Занятия Так понимаю Насколько я понимаю Открытое Потому что Рэбе сказал Ну Будет анонс Для всех Значит И Так что Как Школа Школа Вот эта школа есть Вот это Сделаем вообще Супер уровень Сделаем Шестого уровня Православный сектор Шестого уровня Черного пояса Да Господа Ну Это из Таких Анонсов Мне трудно Заверять Тайны Я все время Рассказываю Но На шабате Вы увидите Сами услышали Вот И значит И Пусть Бог благоставит нас Пусть Господь благоставит нас Антисимитов Жалко очень Несчастные люди Даже если они себя счастливыми Они вообще несчастные Аман Когда бросал жребец Свой Он потирал руки Думал что вот Мордыхаев зайдет На эшафот Но На деляку Он сам Взошел И Не рой явно Праведнику Знаешь Сам не попадешь Однажды И Много Было попыток Знаете ли Много было попыток Сделать Такое Ну Убийство Такое Истребление Но Вот я Сказал Сегодня же Случай Когда Офицер Который Был такой Из блатных Офицеров Хотел Меня Простого Солдата Вот Демь Ногами Вперед Сделать Я ему Зла не Желал Но Просто Бог Так Судил Между нами Мной И Им И Мой Жребий Был Избран Я благодарю Бога За это Что Я Я за все Благодарю Бога Конечно Если бы Тогда Я бы Умер Я тоже Был бы Благодарен Богу Но Сегодня Я еще Больше Благодарен Богу Почему Потому что Не мертвые Славят Его Не те Кто идет В могилу А живые Славят Его Я славлю Его За то Что Он есть Жизнь Он есть Жизнь И Одно Из его Прекраснейших Имен Это Жизнь И Друзья Сегодня Когда На востоке Украины Сейчас Льется Кровь Рутся Снаряды Этот Феномен О котором Я вчера Немного Обмолвился Русской Православной Армии Это Очень Страшный Феномен И Вчера То что Я его вспомнил Помните Из Бечевской Жанна Бечевской Эту песню Такую Ура Патриотическую Песню Что Вот Мы вернем Себя Крым А потом И возьмем Иерусалим Это Не просто Песня Красивая К сожалению Во многих Православных Таких Патриотических Изданиях Об этом Говорилось Еще В начале 90-х Очень Подробно Но Я Вынужден Расчаровать Господь Антисемитов Чем Что Их Пророчество Строится На ложных Пророчествах На ложных Откровениях Знаете До 1948 Года Антисемитам Еще Можно было Как-то иметь Оправдание Какое-то Определенное После 1948 Никакого Нет оправдания Антисемитам Потому что Их Учение Строилось На этом Ложном Пророчестве Оно Казалось Ложным Израиль Возвращен Люди Возвращаются Израиль Восстанавливается Это на наших Глазах Это чудо Хотя Политологи Западные Многие Американские Ведущие Политологи Говорили В 1948 В мае Говорили Что это Государство Однодневка Недели Месяцы В лучшем случае Но даже Не годы Прогнозировали Израилю Но и сразу Война началась Мы знаем И не одна Серия войн Но все эти войны Что делали Лишь Израиль Крепчал Лишь Израиль Крепчал Как те цатики Многие Которые объясняли Есть разные Объяснения Почему на Пасхальном Нашем Седере В Пасхальном Столе Вареное Яйцо В крутое Ну не писанка Просто яйцо Почему Разные есть Объяснения Там это сердце Там окаменелое Там и прочее Мне это не нравится Мне нравится Другое объяснение Очень классное Что яйцо Если оно Просто Сырое яйцо Это сопли Вот его Если разобьешь Ну что Оно само по себе Только из-за скорлупы Оно хранит форму свою Но когда Оно начнет вариться То совершается чудо Ну смяточка А потом Круток И если мы его очищаем Оно цельную форму держит Вот и Израиль Так же Когда он проварен Говорит Народ Божий Проварен В испытаниях различных Он становится Крепким И внутри него Желточек Это как бы Эммануэль Вот это вот Как раз Древняя мечта Есть американская мечта Есть древняя еврейская мечта Она выражена Эммануэль В нас Бог И Знаете Друзья Как бы нас Не варили Не пробовали варить Мы из сопливых христиан Становимся Крутыми Христианами Это радует Или по крайней мере С мяточкой Ну тоже ничего Походочку Но лучше конечно Круток Лучше крутой Так что Господа А еще Напоследок Расскажу Иешуа Как говорил Кто будет веровать В меня И креститься Спасен будет Да А кто не будет веровать Осужден будет Конечно Здесь Говорится о крещении Понимаем Да Не о крестном знамении Там Не о чем-то еще О погружении В воду Твила Да Мы называем ее Часто вообще Значит Погружение По вере В Иешуа В Иисуса Как в Христа Своего Спасителя Своего Господа Своего Искупителя Своего Но здесь Говорится Не только О водном Крещении Здесь Слово Баптизо Стоит Баптизо Которое Во времена Нового Завета Звучало Не просто Как погружение А погружение И пребывание В нем Непрестанное Потому что В современном Греческом Любую словарь Откроете Если я поскачу Словарей Значит Новые греческие Словарь Да Баптизо Просто Окунание Погружение Окунание Окунул Все А во времена Нового Завета Оказывается По-другому Номера Стронг Откроете Не поленитесь Вы ахнете А вообще Оказывается Это слово Оно использовалось Это не было Нововведением Это слово Уже использовалось В греческо-отичной Литературе До нашей эры Лет за 200 Даже больше Мне кажется Сейчас не помню Точно Но за 200 Точно В времена Всех этих Маковейских войн Это уже было слово Используемо Греческое И представьте До Нового Завета Это слово Использовалось Исключительно В описании Кулинарных рецептов Из кулинарии О вкусной И здоровой пище В Новый Завет Перекочевало Слово Баптизо И Баптизо В описании Соление огурцов Всегда использовалось Фактически Много источников Есть об этом Античных Греческих Эллинистических Все любите Соленые огурчики Так вот В чем отличие Огурца Свежего От баптистского Огурца В чем отличие А господа Вы знаете Что такое Молосол Молосол Все любите Молосольные огурчики Я так не очень Я люблю Либо свежие Либо уже соленые Но многие Есть любители Молосола Есть свой вкус Конечно Молосоле Но малосол Лишь на шкурке Соль Внутри Он свежий Оказывается Молосол Греки Не называли Баптизским огурцом Баптизо Не относилось К малосолу А только Лишь к тому Кто имеет Соль в себе Не просто На шкурке А в себе Соль Имеет Имейте Соль В себе Поэтому Товарищи Огурцы Слава Богу Бог нас Сорвал С грядки Из грядки В катки Кому-то повезло Кто-то попал В хороший рассол А кто-то так Не пойми что Ну Молосол Ой Да Да А кто-то попал В такие банки Где как бы Уже Ну Больше сопливые Будут все такие Знаете Вот Как бы Ну Вроде бы Они размокшие Вроде Ну Вкуса никакого Ни запаха Вот выкинуть Вроде как Жалко Ну И есть Не будешь Вообще Вот Есть такие конфессии Туда лучше не попадать Вообще После грядки Лучше оставаться На грядке Чем попасть В такие банки Это вот Я по опыту знаю Своему уже Вот еще Ну А есть такие конфессии Деноминации Такие по местной Общины Куда попадаешь Там такая соль Там и чесночок Там и перчик Там и А вы знаете Что сейчас Укроп Приравнен К чесноку И к серебряным Пулем И осинным Колышком В борьбе с нечистой силой Есть такое выражение Укропляем По больше святой воды Берешь Берешь пучок Большого укропа И укропляешь Так что Товарищи огурчики Давайте В баночки И больше того Больше того Оказывается Баптицо Баптийский огурец Это тот Который Лежит там И не всплывает Да Без комментариев Ладно В следующий раз Расскажу О тухлых огурцах Я хороший огурцах Вот Но Бог дает Возможность Всем нам покаяться И иметь соль в себе Поэтому Давайте Погружаться Просаливаться им И В Библии В слове его Есть все вот эти вот Элементы Да В его духе святом Есть все вот эти элементы Все эти чесночки И укропчики Там И перчики И все 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 И соль вся И иметь соль в себе Его дух От наших братьев Что в мире Мы Только лишь по виду Схожи Но не тоже Совсем И запах И вкус И хруст И вообще Другие совсем Потому что Просалились его солью Давайте Давайте Просаливаться его солью И Для этого Нельзя Чтобы Окунулся Обыкнулся Это Малосол Только получится И пропадет Все это дело Вот Позволь нам, Божий, понимать более-более, что любящим Тебя и призванным по Твоему благо и изволению все содействует ко благу. В преддверии Пурима, Господь, совершай Пуримы в наших судьбах, в наших церквях, общинах. Совершай Пурим, Господь, и в Украине, и в России, в Израиле, во всем мире. Совершай свои Пуримные перевороты, Господь. Пусть все жребии, которые бросаются сегодня, и о нас, о каждом из нас какие-то жребия бросаются, о наших странах. Боже, пусть эти жребии от лукавого, от аманов нынешних, они до них состоятся, они сбудутся. Пусть Твой жребий, Господь, живущий на небесах, Он исполнится, Он осуществится. Твой святой план благодатьствует пребудет с нами. Иисус, Господь, иисус, Господь, иисус, Господь. Иисус, Господь, иисус, Господь, иисус, Господь. Да призрит на тебя Господь, светлым лицом Своим, и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Своем на тебя, и даст тебе мир. Бешаем Иешуа, Иешуа Машихейнум. Во имя Иисуса Христа, Мессии. Амин. Бог Авраам и Исаака и Якова, благодать, что это пребудет с нами. Благослови всех нас, распусти с миром, и пусть вешалом будет в наших сердцах. Господь, хотя тьма эту землю покрывает, но в наших сердцах, но в жилищах народа, будет твой свет, который никакая тьма не погасит, но который прогоняет всякую тьму. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Машатрам Израиль. Я на понедельник стараюсь говорить, да, это 99,9% уверенности, что связано с Россией, да, и у вас... Я истерик, я хочу специально привести, как раз пока, на понедельник оставил до этого. Я хочу специально привести, как раз пока, на понедельник. Спасибо. 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 Спасибо.